ТЕЛЕГРАМ Ну, слушай, главное это же то, что для нас в наших сердцах, сегодняшний день, и вообще этот подкаст, он останется только как подкаст тогда, когда только начали блокировать Телеграм, тогда, когда закончилась свобода в Рунете. Знаешь, уже надо громкие какие-то... Ничего себе, да, может, на этом и закончится, может, сейчас все разблокируют. Ну, вот мы это и обсудим, я предлагаю прям приступить к обсуждению. Короче, смотри, я просто скажу по-деревенски, по-любому все знают, но я, знаешь, так, чисто как будто вот я двоечник главный, и мне Мария Ивановна именно спросила такая, а вот теорему самую какую-нибудь легкую, Виета. Да, мне тоже Виета вспоминается, когда самую легкую. Да, какую-нибудь такую самую легкую, вот что там, ЕМЦ квадрата, расскажи. И я такой начинаю жопу чесать, письку чесать, ничего не знаю. Говорю, вот, Мария Ивановна, ну знаю, вот Дашу Телеграм, да, заблокировали? Знаю. Кто заблокировал? Ну, соответственно, провайдеры заблокировали по решению суда, которое Роскомнадзор подал в суд на Телеграм, бла-бла-бла, мы это все обсуждали сто тысяч раз. Короче, и самое главное, что это еще в пятницу было решено, то есть, я хочу сейчас назвать дату, 13-го, 13-го числа все это было решено, мы еще балдели на выходных 14-го, 15-го, суббота, воскресенье. Да, слушай, мы и сейчас балдеем, в общем-то. Мы и сейчас балдели, и в понедельник началось, началось, что вот-вот сейчас будет, вот сейчас будет, и вот сегодня полностью уже было, и вчера, или вчера уже полностью было. Вчера днем уже у меня отказало везде. Да, да, со вчерашнего дня, то есть, с 17-го числа, все это началось. Отказало абсолютно все, ну, в смысле, в Телеграме, что мобильное приложение, что десктопное, соответственно, провайдеры уже все сделали, как надо, и включая мобильных провайдеров всех. Да, кстати, там Мегафон, причем первый сдался. Это просто они, видимо, первые исполняют, так сказать, волю. Я не знаю, как это характеризует провайдеры. Сам, я думаю, Дмитрий Анатольевич сам позвонил, сказал, так, ну-ка, уберите. Мы первые должны выключить, да. Мы первые. И я хочу сказать, контрмеры сказать. Во-первых, конечно же, Телеграм был сразу же, уже, видимо, предусмотрен, потому что будет такое дерьмо. Они, наверное, это еще сделали год назад, я не знаю. Что можно через пуши, я про мобильное приложение конкретно, можно через пуши передавать, короче, параметры вот этого Socks Proxy, чтобы, короче, включить ее просто, ну там, видимо, как-то автоматически вырубить, там, хрен его знает, через пуши. Потому что мне сегодня и вчера уже приходили пуши просто настройки, нажми на настройки Телеграм, да. Я, к своему сожалению, нажал зачем-то, хотя у меня, не у меня, в смысле, а у друга, была уже Proxy, он нажал. И это все хрень перезаписывается, соответственно. Я, кстати, не нажимал ничего. У меня так до сих пор дефолтные настройки, и с дефолтными настройками синий Телеграм работает. А черный, который Телеграм Х, он перестал работать, и его еще из App Store удалили. Ну, из App Store удалили, это как бы по слухам то, что они обновляют приложение просто. В смысле, они перевыкладывают его, короче. Он сейчас Approve проходит. То есть официальное приложение Телеграм Х, которое не было тогда официальным, помнишь, были же заговоры. Ну, я все помню, все помню, да. Короче, в общем, он сейчас на Approve, официально. Я, правда, не знаю. Просто оно же, я как понимаю, не должно быть на Approve. В смысле, что когда переаппрувается, оно старое-то не удаляется, поэтому все равно это какой-то прецедент. Не, они сами вынули. Там именно тема, что они вынули. То есть это сейчас кажется каким-то говном, конечно, но, по-моему, они сами вытащили, там это нормальная тема. Вот, и Approve сейчас... Я, правда, не знаю, опять же, будет ли он зааппрувлен в русском сторе, потому что, скорее всего, им откажут сразу же. Ну да, просто Роскомнадзор, они же уже послали и в Apple, и в Google, что, типа, удаляйте из магазинов приложения, потому что это говнище. Посмотрим. Ну, собственно, что посмотрим? Наверняка удалят. То есть если это все, они прям возьмутся и будут карать как-то жестко, что, типа, мы весь App Store сейчас заблокируем, и весь Google Play, если вы не удалите, то, видимо, им придется все-таки пойти на их условия, так сказать. Наверное, пойдут, да. Соответственно, с этим совсем, наверное, больше всех доволен этим, я думаю, Дуров сам, потому что для него это просто несказанное внимание к его персоне и вообще-вообще-вообще. Я думаю, сейчас он максимально, это лучшее в его, вот это лучший момент в жизни Дурова, я думаю. Я согласен. Я думаю, что большинство, он же там на ICO выходил, и большинство западных инвесторов сейчас в него еще больше денег валят, потому что он даже круче, чем русские хакеры, которые его никак не могут заблокировать, потому что шутки шутками, а уже 16 или 18 миллионов айпишников, я, собственно, сейчас вот на высере прямо и нажму. То есть мы уже переходим к тому, что, да, что кроме того, что вот Телеграм, просто заблокировали Телеграм, знаешь, тупо сказать, да, надо сказать, что блокируют конкретно машины, прям IP-адреса, точечно, как ракеты израильские. Вот, блокируют IP-адреса машин, на которых, между прочим, лежит не только Телеграмовское дерьмо, но еще и другое дерьмо. И давай, давай, сколько... 16 миллионов, да? 16 миллионов айпишников. Было до 18 в пике. В пике. Даже почти там до 19, но сейчас до 16 опять упало. Ну вот минус 2 миллиона сделали, потому что, видимо, поняли, что вообще не туда бьют. Ну, видимо, чьи-то там конкретные сайты, опять же, Медведева упали. Инстаграм случайно, наверное, заблокировали. Дмитрий Анатольевич такой, ты ж твою мать, я ж сказал, только Телеграм. Вы че делаете опять? А у него там его маленький Raspberry Pi крутится, хоп, он заблокировался. Он на Амазоне, ну, снял АВС-ку. И че-то у меня не идут коннекты. Да, да. Но надо сказать, что, естественно, пока вот это все было, было, как о силе, то есть заблокировали такие великие вещи, которые тоже, видимо, относятся немножко к амазоновским веб-сервисам. Такие вещи, как... Вот я, например, открыл у нас в телеге в патроновском чатике, кстати, в патроновском чатике. Костя Гончаров скинул список, че примерно задели. Например, транзакционный шлюз MasterCard мне нравится, как задели. Множество сервисов Microsoft. Действительно, если зайти на Microsoft, не просто, а чуть дальше копнуть, пойти там на страницы, пойти в офис зайти, страницу офиса, ландуху, да, она тебе не откроется без VPN-а. Как тебе? Тебе спросить, а если вот не копнуть, а кокнуть там чуть дальше? В Microsoft там уже и так кокнуто, мне кажется, это нормально. Вот. Сбербанк, мобильное приложение, некоторые терминалы. Я не пробовал сегодня в Сбербанк приложение заходить, честно говоря. Можно попробовать, конечно. Но сейчас как-то вот тут... Сейчас будешь ты говорить что-нибудь, я попробую, поржу. Да поздно, я уже пробую, пока ты говоришь. Twitter, Twitter. Типа Twitter якобы отвалился, но вроде бы это... Потом скажешь, была всеобщая поломка. Да, да, да. То есть на Twitter мы не будем говорить, он, видимо, вообще никак к Amazon не привязан. Мне больше всего нравится сеть магазинов Dixie. То есть прям ты заходишь и Snickers не купить. Ну, представь, да, реально, касса не работает, и тебе бумажную квитанцию выпускает. Вам товарный чек надо? Я сейчас спрашиваю. После этого. Такой, ну, да. И в это время кассирша Телеграм открывает и переписывает. Вот, да, потому что вон-то нормально работает. Нет, Сбербанка с Капио-лужуха работает. Работает, да, работает. Ну, там Герман Греев позвонил Дмитрию Анатольевичу от Ургалова, возможно. Сказал, накажу рублем. Кроме этого, короче, Steam. А то он сказал, да твой рубль не стоит уже ни хрена, из-за того, что у нас против перепаски санкций. А ему говорит, да это твой рубль не стоит ни хрена. У него-то нормально все. Короче, да, Альфа-банк терминал. Короче, Steam, Twitch. Во-первых, на Twitch'е действительно. Я не знаю. Это, понимаешь, у меня был такой баг с хромом, но теперь я это вижу, как будто это реально не баг с хромом, а как будто заблокировали. Я захожу на Twitch, и, соответственно, у меня одна трансляция не грузится. Просто черный экран в плеере, и ничего не происходит. То есть я как бы не могу стримы смотреть в данную секунду. захожу через Safari, у меня сразу Гоха Ру, к сожалению, играет в Warcraft 3 Reign of Chaos. Ну, он играет вообще? Ну вот, сейчас спиннер крутится, прямая трансляция горит, сейчас посмотрю, докрутится спиннер или не докрутится. Вот у меня тоже спиннер крутится, у меня тоже спиннер крутится. А, Гоха Ру играет в Warcraft 3 будет уже и все, да. Вот, я тебе о чем говорю? То есть Twitch все, Twitch тоже немножко все. Ну, благо есть Good Game, я вообще, в принципе, то есть, когда-то давно уже была тема, что может что-то быть заблокировано, я сразу подумал про Twitch, и сразу подумал, что, ну, уйдем тогда все на Good Game, и нормально будет. Как бы есть русский аналог. Нет, вы-то, конечно, уйдете, а Soda Popping-то не уйдет. Да и насрать на него. Я поддерживаю русских стримеров. Могу смотреть только русских. Подожди, то есть Cake тоже, например, уйдет на Good Game, и по-быстрому соберет там тоже аудиторию. Все уйдут, все уйдут, ну, если надо, ну, а к чему? Или пойдут дворниками работать. Второй вариант. Ну, нет, или скажут всем, настройте VPN-ки, но это, конечно, анекдот. Просто, видишь, через VPN-ку тяжело смотреть стрим, потому что стрим все-таки качественный говно. И так, да, тут лаги будут еще больше, еще через VPN-ку, потому что будет туды-сюды, это, конечно, нет. Ну, да, ну, мы, ладно, окей, Twitch, Steam, PlayStation Network. Я, кстати, не пробовал у себя PlayStation Network. Вроде как, я посмотрел в статье, пацаны написали, что воскресился он. Опять же, там, видишь, все чуть-чуть подсломалось и чуть-чуть подчинили, видимо. Ну, вот 2 миллиона эпичников, видимо, это как раз вот что-то из вот этого. Ну, наверное, да. Ну, какие-то там онлайн-игры отвалились, Viber, не знаю, Viber, у меня просто нет Viber проверить, опять же. Сервисы Mozilla Firefox, ну, Spotify нас не очень интересует. Сервисы Mozilla Firefox, не знаю, Одноклассники. Да, тоже подтупливали. Слушай, кстати, я недавно слышал, знаешь, какую тему? Кстати, слышал, опять же. Так. Вот, опять же, ты в теме или нет, оказывается, Туров достаточно хороший приятель, скажем так, с... Усмановым. Да, я у Минаева тоже прочитал, что Усманов за него впрягался пару раз, и что вряд ли Усманов бенефициар всего происходящего сейчас. Скорее, сам Дуров, но это мы уже с тобой обсудили первым делом, что... Просто знаешь, это странно, потому что я думал, что они с ним наоборот не очень друг друга любят, потому что ВК же отошел, собственно, Усманову. Да, но, видишь, они не на плохих нотах расстались. То есть, он когда отошел, Усманов Дурова все равно держал, и зарплату ему давал, и вообще. То есть, грубо говоря, Дуров, он и сам хотел уходить из ВК. Он же не отошел чисто случайно. Я помню, конечно, что там кто-то другой, кроме Дурова, свои акции продал, и у Дурова в итоге стало, как бы, ну... да и похрен, буду проституткой, вот. Я сделаю телегу, да. Вот, да. В общем, это такое, конечно, непонятно. В общем, суть в том, что, опять же, я хочу чуть-чуть сразу сказать, что вот очень много сейчас таких теорий конспирологических, кто вообще это все задумал, кто это придумал, а я буду по старой традиции думать, что там, где все хотят найти заговор, на самом деле надо искать халатность. И просто это вот кто-то... Ну, то есть, я не буду на личности сейчас переходить, например, гипотетического главы Роскомнадзора, но кто-то погнал, по ходу дела. И поэтому вот такая вот беда происходит. не, понятно, что погнал. Вопрос просто, насколько это вообще, типа, показательные меры? Или это реально вот что-то изменит? То есть, они реально думают, что вот сейчас мы действительно заблокируем телеграмм, нам это поможет с борьбой, там, с терроризмом? Я думаю, это вопрос уже принципа, я думаю, это сугубо вопрос принципа. Все люди, и они такие же люди, и он уже просто вот стоит кулаками, что да я его, вот все. Я уверен, что дело уже только в этом. Ну, просто в таких больших вопросах обычно принципами поступаются, особенно такие люди, как главы Роскомнадзоров, они просто знают, где надо принципы, типа, убрать свои. Ну, я с тобой полностью согласен. Ну, вот он, и ты вот спросишь, даже вот в личной беседе, а он тебе скажет, ну, слушай, ну, решение суда же было, там похрену, что это какой-то Залупинский суд, Залупинского района, Залупского города. Ну, как бы вот решение суда, уже вот, ну, ты же сам понимаешь, вы же все хотите, как в Америке, а там же вот судебная система, поэтому вот решение суда, поэтому вот так. Ну, там Залупинского района, реально, ну, как обычно, причем я всегда вот это слышу, что типа, решение кого-то там, ну, там он какого-то Тамбовского, по-моему, на букву Т точно какой-то, Тамтамского суда. Кстати, да, по поводу Тамтама и ICQ, ну, есть, опять же, аналитика, что они попросту даже и не готовы сейчас к такому наплыву пользователю, который к ним гипотетически схлынет, если сейчас вот эта вот телеграмовская блокада продлится сколько-нибудь долгое время, они просто не готовы ни по серверам, ни по предоставлению услуг, то есть логично было бы, если бы Усманов был бенефициаром, кошмарнуть телеграм на более поздней стадии готовности Тамтама. То есть он сейчас просто не может... А, конечно, перевести Трафло. Ну да, то есть его надо грамотно переводить. Ты допили сначала свое дерьмо, прежде чем в него все Трафло-то вливать, потому что сейчас все его попробуют, а там как бы, ну, мягко говоря, телеграм все равно круче. Вот ничего с этим не сделать, он самый крутой. То есть мы в него уперлись даже не как там в символ того, что он там свобода, дуров, он реально просто классный. И вот я им пользуюсь, и им хочется пользоваться. Это даже... Даже мама мне сегодня в Телеграме написала, что, Саня, вернулся сервис-то? Сервис. Это знаешь, когда именно... Вот она именно... Вот как, ну, это называется юридическим языком, ну, сервис мессенджеров Телеграм, да, наверное? Вот она, что, сервис восстановился? Вот даже мама... Как будто Амазон веб-сервисы, вот так. Вот, вот, да, да. А может, она к тебе, кстати, про Амазон, у нее там что-нибудь какая-нибудь машинка крутится? У них один эсканон на AWS хостится просто на работе. Он чуть сервис-то восстановился. Сервис-то как наш там пожилой. Поэтому это вот, это показательно. Телеграм реально любят не за то, что он вот Телеграм, там, русский мессенджер, кто-то, может быть, так еще думает, а за то, что он просто крутой. Дуровой действительно удалось сделать классный мессенджер. Я думаю, что, понимаешь, пройден этап, пройдено какое-то время. То есть, есть какой-то опыт, скажем так, накопленный Телеграмом и всем, и сделано много то, что любят люди, понимаешь? То есть, те же самые стикеры, например, которые сделаны, опять же, людьми, и кучи баков и так далее. Как можно сейчас вот просто взять и вот этот... Как можно сейчас все это в ICQ перенести? То есть, это как бы интересно вообще. Телеграм – это одна из первых платформ, где предложили людям делать стикеры, понимаешь? То есть, в Вайбере стикеры были еще сто лет назад. Ну, это такое говнище. Стикеры в Вайбере – это как детская горка. То есть, ну, реально, это настолько не круто, настолько они какие-то, как смайлики-колобки на форумах начала 2000-х, конца 90-х. Они как бы вроде есть, но они настолько вот... костистые, насколько вот они просто дженерик, какие-то смайлики, и вот... А в Телеграме их реально... То есть, Телеграм – это про людей. Здесь реально сообщество классных людей, которые даже вот банально могут крутые смайлики нарисовать, стикеры точнее. Поэтому... Да, да. Что еще нужно сказать? Давай, какие мы еще детали с тобой забыли? Ну, я не знаю, стоит ли останавливаться на том, что теперь есть подарок в ВК, который выглядит как та самая собачка, ВК-шная собачка, вот эта старая. Ну, и стикер-пак в Телеграме тоже есть уже такой. Именно про вот это вот, типа, там, общество, там, цифровое сопротивление. Ну, можешь сказать о том, что Дуров предлагает гранты многомиллионные за тем, кто держатели прокси и VPN-ов? Ну, да, но только, я не знаю, это же друзья все, как бы, держат. Кто будет признаваться ему? Слушай, ну, Дуров, он тоже друг, поэтому ему можно тоже признаться, в принципе. Согласен. Он-то главный друг, представляешь? Он-то дружище максимальный. Стопудово. Карифей, Карифан. Мне только, знаешь, что интересно? Если они сейчас удалят Телегу из Store, да, вот, допустим, из iOS, из App Store, да, ну, как бы, как обновление-то получать будем? Ну, слушай, давай так. Вот вспоминаем времена, когда мы сидели на US-аккаунтах iTunes Store. На самом деле, конечно, вряд ли я перейду сейчас на US-аккаунт обратно. Мне вот лень будет, честно, этим заниматься. Мне тоже это будет просто банально лень, но, видимо, без обновлений. Ну, я не знаю, честно, может быть, они придумают какую-то систему, чтобы... Ушами будут апдейлироваться. Да, да, Телеграм обновлялся именно... Ну, ты понял меня. Это был бы WebView, а обновлялось бы все где-то у них на сервере, а у нас бы тоже уже... Я верю в них. Мне кажется, это одна из самых сейчас прогрессивных команд вообще и технологичных, которые существуют. И, ну, в общем, я просто верю, что они что-нибудь придумают, потому что Телеграм — это феномен. Это прям вот настолько классно, что хочется прям только и сказать, что подписывайтесь на наш канал в Телеграме, на eWebDesign, на Warcraft.ru тоже подпишитесь, там классно. Надо сказать, опять же, что мы-то с тобой, мы с тобой его юзаем, как обычно у истоков стояли. То есть, когда там не было не то что стикеров, мы пошли туда, короче, это было после... И вот там были только стикеры, которые вот этот Юлий Цезарь и сам Дуров там, вот это раскинутые ручки, вот это все. Да, 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 точно. Там же были только дефолтные стикеры. Да, да, и тогда еще не было бота, который позволяет тебе добавлять стикеры. Были только эти... Какие бота? Ботов не было там тогда. Да, согласен. Там вообще ничего не было. То есть, мы это пришли туда от Slack, от не менее модной хрени, мы сидели в Slack и пошли в Telegram, короче, просто пофаниться. Причем мы с тобой выбирали из WhatsApp, у нас были выборы типа WhatsApp. Ну, давай типа поддержим русского произведения, WhatsApp у нас тоже был. Вот я сейчас в WhatsApp до сих пор захожу, и там есть наша конфа 2014 года. Ну вот, вот. И мы как раз примерно тогда, то есть, с WhatsApp перелезли на Telegram, где-то в 2014. Да. То есть, мы уже сидим дохренища в телеге. Она была никакая, абсолютно был просто чат, такой вот, как вот просто чат-чат прям. Он причем, он выглядел на старте, как WhatsApp. То есть, опять же, как вот VGA на старте выглядел чисто как Facebook, так же и Telegram на старте выглядел как WhatsApp. Вот эти две галочки, галочка, все было вообще один в один, как в WhatsApp. Но потом он мутировал и эволюционировал в то, что без чего мы уже просто сейчас не представляем, так сказать, свою жизнь. Поэтому, как бы пафосно это ни звучало, телега, живи. Я думаю, только этим стоит закончить. Да, у нас, кстати говоря, обычная наша информация, которая все ее слышали, знают, но хочется ее просто повторить, потому что нам даже нравится уже. То есть, пью мы не потому что рекламируем, а потому что нравится. Да, это точно. Первое, во-первых, у нас Smart Tape. Smart Tape мы говорим первым. Хотя, казалось бы, мы могли вообще любое другое взять. Вот просто любое другое из нашего блока. Они все примерно равны, но Smart Tape ровнее. Это точно. Потому что eobesign.ru Это, между прочим, ссылка, по которой вы можете получить реферальную ссылку на хостинг и пользоваться им просто во благо. Конечно, там не будет, может быть, может быть, там не будет телеграмма. Давай так, давай. Его хотя бы не заблокируют. С ним все будет в порядке стопудово. Его не заблокировали, да. Его не заблокировали. И он, между прочим, не стоит ни хрена. А сейчас с курсом бакса и с курсом рубля, соответственно, и зная, что в Digital Ocean все, между прочим, в долларах. Вау. Да, поэтому, господа, я вообще, у вас не остается никаких шансов не попробовать вот просто этот хороший инструмент, который, знаешь, мы же не то, чтобы предлагаем, типа, ну давай тогда, типа, возьмем русский аналог беспонтовый. Нет, это прям хорошая, классная вещь. Да, это не на безрыбье. Это вот прям вот полноценная, крутая альтернатив. Да, да. ewebdesign.ru slash smartape. Опять же. Патреон. Это второй пункт, который тоже достаточно ровный, между прочим, у нас. Про него нельзя забывать абсолютно никак. patreon.com slash ewebdesign. Знаешь, вот хочется как-то какую-то очень конверсионную вещь. Вот сейчас подпишитесь на patreon.com slash ewebdesign. И именно у вас заработает телеграм, опять же. Я не знаю, ну просто как бы уже многие люди понимают, что патреон это круто. Потому что поддерживать чуваков это круто, во-первых. А во-вторых, можно же, во-первых, и стикеры получить. И в чате к нам поселиться. Да, патроновский чатик, чуваки, на самом деле, вы не недооцениваете. Это мекка. Паломники еще тысячелетия будут приходить к нему туда, смотреть логи и вспоминать, как это было. Потому что это действительно круто. Именно те, которые не стригут ногти и волосы, спустились с гор, которые... Да, именно вот эти паломники. Мы, собственно, в чате именно такие же сидим, поэтому... И мы, кстати, тоже... Вот я хотел сейчас вот вклиниться, что... Вот мы вот всех призываем, да, вот будьте там патронами, туда-сюда поддержите. А сами не подавали вам хороший пример. А теперь подаем. Мы теперь тоже патронируем троих креаторов, троих создателей. Возможно, больше будет. Возможно, их будет больше, да. Чем больше будет вас, тем больше мы сможем себе позволить выделить на то, чтобы поддерживать и других людей, быть в сообществе и показывать то, что мы тоже вовлечены во всю эту такую большую патроновскую игру. И это круто. Да? Кстати, я думаю, что уже через неделю, может быть, через две у нас будет для вас сюрприз. И все. Я сказал А, и не буду говорить Б, потому что альфа-поведение. Отлично, отлично. Я сам даже теперь, мне самому даже интересно, какой же сюрприз там будет. И, кстати говоря, Patreon тоже, по-моему, не заблокировали, так что он работает. Слава богу, да. У вас даже нет причины отмазаться. Patreon.com slash ewebdesign. Кроме этого, сайт, конечно же, ewebdesign.ru тоже не заблокировали. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Потому что на SmartApe, как бы, к первой вернулись теме. Сайт-то на SmartApe, ewebdesign.ru. На нем можете зарегистрироваться и оставлять свои темы к следующему подкасту, который мы, кстати, сегодня взяли достаточно много, судя по всему, судя по ссылкам, я вас смотрю. Даже, я бы сказал, вот процентов 80 сегодня это ваши ссылки. Ну да, около того. То есть некоторые даже, они не значатся как ваши, потому что это нам из патроновского чатика просто скинули. А там люди имеют возможность просто нам скинуть ссылку, сказать, вы обсудите в подкасте. Да, и нам ничего не остается, кроме как подчиниться. Конечно. Ну, стандартная дефолтная еще. Да, дефолтная форма для доната ewebdesign.ru slash donate. Заходите, донатьте. Если не хотите Patreon, можете задонатить обычной системой. Кстати говоря, тоже, опять же, успевайте, а то, мало ли, тоже заблокируют какую-нибудь физу, там, MasterCard, мир какой-нибудь, мир, прикинь, заблокируют по бреду. Ты думаешь, даже он на АВСе, на самом деле, оказывается. Так это стопудово он на АВСе, это как бы, я даже вот вообще не задумываюсь. Реклама, можно у нас заказать рекламу, worksobakaewebdesign.ru, напишите на почту, на эту, и мы с вами свяжемся. Возможно, у вас есть какой-нибудь блокчейн стартап модный, например, сейчас, Ethereum bot какой-нибудь в Telegram. Как тебе вот такие названия? Я не ожидал от тебя прям, мне аж пристал чуть-чуть, мурашки пошли по почту. Вот, поэтому давайте, думайте, если у вас есть какое-нибудь такое гениальное решение, какой-нибудь стартап классный, может быть, и вы, наоборот, инвестор, хотите дать денег кому-нибудь, напишите на worksobakaewebdesign.ru и дадите нам денег, соответственно. А мы вам сделаем рекламу. Да, договоримся всегда. Не стесняйтесь писать. Прям договоримся с любым. На любой кошелек, на любой роток найдем, так сказать, это. Ладно. Короче, кроме этого, Telegram-канал, Telegram-группа, незаблокированная, точнее, полностью заблокированная Telegram-канал, от этого она еще вкуснее. От этого она еще заманчивее. Абсолютно с тобой согласен. Если вы смогли победить Telegram-овские все эти проблемы, выходите на ewebdesign.ru slash about, там есть ссылки. Там по-прежнему самое интересное. Конечно. В этой группе, в Telegram-овской нашей тоже не такие, конечно, судьбы вершатся, как в Патроновском чатике, но все равно вы будете прямо на острие вообще мирового всего. Шоу-бизнеса. Как батя мне говорит, акула шоу-бизнеса будет. И еще, конечно же, стикеры в ВК. vk.com slash ewebdesign. Это то самое место, которое называется паблик во ВКонтакте, которое не заблокируют, я думаю, никогда. Уже думаю, да. Там можете заказать наши стикеры, которые, если вы вдруг, опять же, на Патреоне не захотели получить, то получите их через ВК, да, бесплатно, за всего лишь какую-то там плату, 3 доллара или сколько, 5 долларов. Короче говоря, стикеры в ВК заказывайте обязательно. Даже на Донбасс доставляем. Там кто-то один чувак прям вот плакался, говорит, да на Донбасс-то будет стикер? Мы искали, будет. Главное, там заплати бабла, и тебе все будет. Причем мы сказали, что будет, пока еще как бы не было, но сказали, что будет, да. Да. Окей, идем к дизайновым новостям. Давай, давай, пойдем к ним. Первая новость о том, что вот хочется иногда сделать сайт с черным фоном, когда и как это нужно сделать. Нам об этом говорит колосек.com. Колосик.com. Что это за колосек? Это, между прочим, какой-то на английском сайт, но колосек. Ну да, это сайт на английском. Это какая-то компания, которая у них везде висит суперкнопка найми нас. Да, найми нас. Сделает. Вот, видимо, так они говорят. Может быть, это колосек. Клосик. В принципе, ну да. Давай посмотрим our company. Откуда они? About us. Колосек. Колосек плюс your idea equals success. Там воронеж сейчас будет какой-нибудь? Я пытаюсь, пытаюсь. Ну, люди такие. Не русские совсем. Хотя есть и чисто русские. Даже собака у них в офисе есть. Они... Сербия. Понятно. А, колосек. Все, понятно, думаешь. Я сейчас переведу с сербского. Что такое колосек, пожалуйста. Ты пи***ь. Это будет прям лучшее. Короче. Ну давай. Они нам говорят о том, что вообще вот черный всегда был на самом деле, если, конечно, не самым популярным, то самым обсуждаемым цветом среди дизайнеров. Он и таинственный, и энергетичный, и элегантный, и могущественный, и стильный. И полностью противоположный белому. А это тоже характеристика. Поэтому он всегда притягивал, манил всех дизайнеров. И... Но как и все... With great power comes great responsibility. Именно вот так с акцентом я буду это говорить. Land of opportunity. Да. С большими возможностями приходит большая ответственность. Короче говоря, нужно с черным цветом-то очень аккуратно оказывается. Потому что... Ну потому что... Что для нас вообще белый цвет? Белый цвет — это чистый лист. Это мы начинаем с чистого листа. Это то, с чего все начинают. Поэтому белый лист у всех ассоциируется с чем-то очень привычным. Все понимают, что такое белый лист. Мы его привыкли видеть. А вот черный лист... Он уже как бы не так... Не так просто воспринимается, будем говорить. Поэтому надо как-то вот вникнуть в вопросы. Здесь сразу пару примеров. Land of Mac Pro. Черной мусорки. Которая суперкрутая, суперклассная. Она вот одна из... Я не буду говорить... Одна. Может быть, что-то еще на Apple.com есть полностью черная. Одна из нескольких Land of, которая на Apple прям полностью черная, суперстильная, классная, блестящая и так далее. На мой взгляд, сразу показывает, что черный свет, он идет вместе с чем-то действительно богатым. Дорогим, богатым. Да, он премиальный. Лакшери. Полный лакшери. Поэтому даже... Я каждый раз вспоминаю дебильное дерьмо, которое было в начале 2010-х, 2010-2011. Помнишь, Клуб Сфера на iPad было, приложение? Которое... Я каким-то образом... Я туда подписался. Оно было платное. Это был, типа, платный клуб. По факту, типа, форум или что-то такое. И у них было платное приложение. То есть оно подписочное. Оно требовало денег там внутри. Но каким-то образом я поставил это приложение. То есть я поставил, а внутри уже не покупал. Но мне все равно... Там три года приходили от него имейлы. И говорили, у нас там в клубе новинки там. То вот все. Так и не узнал, что там вообще существует. Но все еще или нет. Звучит как говнище полное. Клуб Сферы. Мне сразу вспоминается онлайн-игра Сферы российская. Ну ладно. Не будем сейчас уходить в это все. В общем, черный, он на самом деле используется для того, чтобы скрадывать. То есть все толстые носят черное, потому что оно скрадывает, так сказать, объемы. Поэтому если мы используем черный в наших дизайнах, мы должны помнить, что он скрадывает. И поэтому мы должны еще больше пространства оставлять свободного. Так называемого white space. Простите за, так сказать, тавтологию, что мы на черном оставляем white space. Ну, в общем, черный, если мы используем, то еще больше должно быть пустоты и свободы. Потому что черный, он и так сковывает. А если еще внутри черного будет все нагромождено, абсолютно будет нечитабельно. И здесь мы подходим к главной проблеме черного. Это то, что падает readability. То есть... Нихрена ты заговорил-то на каком языке. Это самый, да, это самый тяжелый цвет для восприятия. Поэтому если на нем будет много текста, он автоматически в кашу просто превратится. А как же доски, на которых мелом, белым писали, а? Ну вот ты как вспомни, если ее полностью исписать, насколько непонятно. Будет вообще ничего. Ну, смотря какими формулами. Мне там, в принципе, ничего не понятно, если какая-нибудь математика. Ну вот да. А по идее, если оставлять только самое главное, то наоборот будет очень выразительно и здоровски. Поэтому на досках всегда... Понимаешь, там же принято было стирать. То есть ты когда написал все, когда закончил, ты стер. Хотя вот опять же, у вас в школе были прям черные доски? Ну, в каких-то очень олдскульных кабинетах были, да. У нас вот буквально одна-две были, а везде были новые зеленые уже такие, знаешь, из четырех секций с ушками открывающимися. Где-то были суперстарые коричневые. Причем как те, по которым скрипел мел, знаешь, такие металлические коричневые, которые именно вот беспонтовые до ужас, так и такие шершавые, как пробковая доска были, по ним прям приятно было. Представляете, у нас в биологии такой был. Да, я понял, о чем ты там. Так вот, и нам рекомендуют о том, что для текста использовать черный фон, пожалуй, это крайне осмотрительное, текста должно быть очень мало. А вот для картинок самое то. Здесь нам сразу Spotify показывает, он весь такой черный, но на нем куча обложек, и они неблевотно смотрятся. То есть мало текста, много обложек, много цветных красивых картинок, и картинки на черном фоне выглядят очень хорошо. То есть они именно выделяются, и это достигается как раз эффект того, что приковывается внимание именно к ним. Поэтому здесь есть на практике четыре пункта, позволю себе зачитать. Первое. Не используйте черный цвет, если у вас очень много контента. Второе. Будьте аккуратным с текстом на черном или темном бэкграунде, то есть нужно его мало. И всегда нужно этот текст, если вы используете уже текст на черном, никогда не используйте тонкое начертание. И всегда нужно повышать размер на 2-3 пикселя по сравнению с белым вариантом. То есть нужно делать шрифт и больше, и жирнее на черном, для того, чтобы он воспринимался так же хорошо, как он воспринимается на белом. То есть это вот одни из, так сказать, обратных сторон медали. Третье. Можно использовать спокойно черный фон для каких-то изображений или графических элементов. Ну и в самом деле, вот вспомни, приложение Apple акции, там белый график на черном фоне. Он очень классно смотрится. Если бы он был черным на белом, он бы потерялся. Мы бы не воспринимали его как график и как что-то такое, на чем нужно сакцентировать внимание. Было бы, а, ну здесь, короче, какие-то графики. Знаешь, как баннерная слепота, только графиковая слепота. А когда белый график на черном, прям хочется его рассмотреть. Я не знаю, может быть, это только у меня так, но у меня именно так. Ну, согласен с тобой, да. Так же, как часы, например, на черном фоне белый циферблат. Прям хочется, приковывает внимание, хочется его посмотреть. А если бы там было просто на белом фоне черный циферблат? Нет, на белом черный это тоже классические часы, на самом деле, хрен его знает. Мы же договаривались с тобой поддакивать друг друга. Суть в том, что, понимаешь, стильнее выглядит черный. Просто вот само по себе вот, ну, часы черные, это намного стильнее, чем часы белые, понимаешь? Полностью с тобой согласен, так и хотел. И четвертое, нужно нормально использовать черный фон на маленьких элементах, чтобы их противопоставить чему-то. Очень классно, здесь есть картинка, я сразу до нее проскроллю. Офис, и там супер черные мониторы такие. Офис и гип-офис? Офис, гип-офис, да. И они прям приковывают внимание, но, опять же, ну, как, короче, они выигрышно смотрятся просто. Не могу сказать. Если бы там на этих всех мониторах что-то было запущено, уже бы не так эффектно смотрелось, как вот эти черные пятна такие, которые только подчеркивают дополнительно стильность какой-то этого офиса и понтовость. Так что вот, да. Кроме этого, да я, наверное, ну, тут пишут, что можно использовать на сайтах портфолио, на сайтах дизайн-студии, на сайтах презентации каких-то продуктов, товаров. И четвертое, на спорном контенте. То есть, опять же, если вы хотите громко о себе заявить, что-то прокричать, если у вас какая-то выставка современного искусства, вам сам Бог велел использовать черный бэкграунд, потому что вы дополнительно бросите вызов, так сказать, обществу. Это дополнительно будет call to action такой. Что вот у нас там на черном фоне белыми буквами написано там «Скомарох». А это какой-то, я не знаю, почему мне сейчас именно «Скомарох» в голову пришла. Это какая-нибудь именно суперсовременная драма, в котором там, ну, как бы там именно будет про чувака, который там… Ну, там «Свягинцев» снимал, я бы понял. Во-во-во, да, он будет как в «Камеди» играть, а на самом деле он будет супер унылый чувак приходить домой колоться героиням. Да-да-да-да. То есть вот… Это не пропаганда абсолютно. Это, да, это просто жизнь. Ладно, все, не будем. В общем, черный нужно использовать в дизайне с умом, но когда вы его используете, это будет прям вообще классно. Кстати, нам здесь советуют дополнительно, если вы используете… Не используйте чисто черный, 0-0-0-0-0-0. Используйте тень того оттенка, который у вас есть основной. Допустим, есть у вас какой-то сайт в розово-фиолетовых тонах, да? Ну, допустим, есть такой вот проект. Используйте не черный для контраста, а очень-очень темный фиолетовый или очень-очень темный розовый. То есть прям вот выкручивать blackness у этого же цвета в HSB, соответственно, этой штуке, цветовой схеме. И все. И вот не чисто черный, а именно черный оттенок того цвета, который будет более стильно и классно смотреться, чем просто 0-0-0-0-0 поставить и все. Вот такие выводы, в общем. А я знаешь, что еще хочу сказать? Вот мы все про Apple, про сайты, да? А если просто мы подумаем. Вот, например, у Стива Джобса черная водолазка. Вот черная тоже. Вот не зря же он… Дуров весь в черном ходит. Тоже, да. Фадеев, Градский. Ну, они толстяки просто. А Дуров, он приковывает к себе внимание. Дуров, он качок, я думаю. Что ты сказал? Дуров говорит, он качок, в принципе. Ну, вот именно. Поэтому ему даже и не надо, да. Просто в черном ходит. Просто крутой. Да, он вызов бросает, опять же. Это часть его образа, он просто бабки зарабатывает. Он ходит в черном, чтобы зарабатывать денег. Поэтому так же, как Фейс и Скрелакс. Скрелакс. Да. Фейс всегда в черном или нет? Ну, преобладает, скажем так. Ну да, с учетом того, что у него покрашенные черные волосы. Он, да, старается тоже, так сказать. И вот они бросают вызов. Так же, как если вернуть 2007-й, все тоже в черном ходили. И бросали тем самым вызов. То есть все сходится. Вот так вот начался у нас дизайн интересный сегодня. Окей, следующая тема – это сайт дня. Константин Гончаров нам темочку предлагает. Он, между прочим, патрон, поэтому его темочка, она прям мне в карманчик попадает. Вместе с его деньгами, естественно. Ну вот. На самом деле, его тема, она с мигалками. Вот она с мигалками. У всех отобрали, а у него за е, проехал спокойно, по встречке. Сайт дня. Значит, он оставляет. Действительно, сайт. Я хрен знает, как он на него напер. Не то, чтобы это, знаешь, какой-то такой рофло-сайт, на котором будут говно там, одностраничная хрень. Хотя это одностраничная хрень. Я бы сейчас сказал немножечко инсайдерской информации из его жизни. Причем ты ее тоже мог слышать. Он в патроновском чатике, опять же, делился. Но не буду. Зачем? Он меня засунет. Не нас, зачем? Заблокирует меня, и все, как Телеграм. Конечно, да. Но, тем не менее, скидывает такой сайт, как startupfair.lt. Правильно, ЛТ, да? Ну, Литва. И Вильнюс, потому что столица. И там написано, что Вильнюс. Это, между прочим, видимо, сайт про поиск инвесторов, или про поиск для стартапов, или про поиск стартапов для инвесторов. Ну, инвесторы будут искать стартапы, а стартапы будут искать инвесторы. То есть, друг друга они будут искать на этом сайте. Они сводятся, да, их сводят тут. Это все будет происходить в Вильнюсе, 16-го на 17-е. И это сайт абсолютно просто один большой длинный скролл, одна хреновина. Здесь зачем-то самая модная вещь, которая сделана на всем сайте, это за вашим курсором следует такой шлейф от хреновины, такой огромный, толстый. Как будто, знаешь, ты в фотошопе поставил самую толстую кисть в мире, и вот она за тобой ездит, короче. Плавненько достаточно у меня в хроме. Это, наверное, самое главное, что здесь есть. Даже в Safari достаточно плавно, что, в принципе, редкость. Да, она меняет цвет, между прочим. Она вот, например, сначала начинается фиолетовая, потом в зависимости от раздела, куда ты скроллишь, она красная, и так далее, и так далее, желтая. Короче, здесь еще прикольное меню. Ну, как прикольное. Если сверху, справа, в круг вот навести, то выпадает менюшка. Да, она тоже слайдит по вертикали, да-да-да. Да, по экрану тебя вводит, короче. И слева снизу подсказочка, которая крутится вот так кругом, опять же, что... Скролл, 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 да, типа, да. Ну, в принципе, что еще сказать? Действительно, сайт про то, что надо искать стартапы или искать инвесторов, очень все сухо написано. Немного так, типа, стильно, немного так... Так, где-то шрифты наезжают друг на друга на фоточки, чтобы, типа, было креативно. Или, я не знаю, может, это верстка у них поехала. Короче, ну, думаю, так задумывали, скорее всего. Мне тоже, кажется, задумывали, да. Да, они говорят, типа, мы вот такие вроде как и креативные, а вроде как и достаточно серьезные. Я думаю, такой посыл. Ну, некоторые вещи у них to be announced все еще, типа, pitch battle и так далее. Тут все еще непонятно, что и когда будет. А вообще, смотри, именно когда я доскроллил до... Хотел только сейчас им посоветовать. Надо было на черном фоне делать, было бы еще стильней. А потом доскроллил до раздела инвесторы, а там-то на черном фоне. Там как раз лакшери, потому что там Мартинес Ганзезау рассказ... Сказка, риска. А и такие люди, они на черном фоне. Только потому что у них часы, машины, у них все черное, скорее всего. И все круто. Go Vilnius, вот такие компании здесь есть. Business Hive Vilnius. Sapie, Gois Vilnius, Tech Park. У них все вильнисовские, все их друзья. Между прочим, на мобильной версии сайта, если сожмякать responsive... Ну-ка, давай будем жмякать. ...то никакого курсора не бывает уже. Ух ты, блин. И сразу все так плавно, медленно. О, все так сразу еще круче. Я тебе больше скажу, в зависимости от раздела, теперь, когда ты наводишь на то самое меню, на круглое, оно разного цвета. Если ты будешь скролить и наводить, например, вверху или внизу, оно будет вот таким кругом. Да, вижу. Ни хрена ты копнул. Хорошо, не кокнул. Немножко кокнул, да. Чуть. Вот, но это же нам из патроновского чатика предложили, понимаешь? Я не мог не кокнуть. Да, да, я согласен. Здесь ответственность лежит прям неслабая. Ну, блин, круто. Что, сайт действительно неплох. С учетом того, что он не сильно лагает на Safari, это уже достижение. Да. Да. Так. Окей, идем дальше по списку нашего дизайна. Фронтендер у нас появился. Давно я его не видел. Хотя, на самом деле, я его видел еще неделю назад, просто говно какое-то предложил. В этот раз он предложил достаточно неплохую тему с uxdesign.cc. И здесь вы наглядно видите, что uxdesign.cc по ходу дела тоже попал под раздачу. Ну, не открывается, короче, он без VPN. Я другу позвонил, узнал, короче, как делать. Поэтому я сейчас зайду с хрома, где у меня... Ну, да, у меня теперь уже VPN. Ну, ты, получается, пообещал, что один раз всего лишь так... Да, я его удалю вообще с корнем все это, как можно. Флавио Ла Менца. Ла Менза. Слави Менте. Да, он father of Miguel и Bernardo. Нужно было это обязательно написать. Креэйтор еще он, curious и reader, и оптимист. Короче, он говорит, прекратите называть dark design patterns или dark UX. Ну, мы, кстати, с тобой обсуждали то ли один подкаст назад, то ли два, типа темные паттерны, да? Прекратите, говорит, их так называть. Называйте просто говеные дизайны. И, ну, тут он прав, согласен. Это слишком даже как-то прикольно для них. Хотя, на самом деле... Ну, ладно, я скажу свое мнение, когда хотя бы уже чуть-чуть сковырнем. Он говорит о том, что... Вот просто посмотрите, говорит, на эти дизайны, и вот как у вас вообще, так сказать, язык поворачивается, так их классно называть, как темный UX или темный дизайн паттерна. Это же, говорит, на самом деле просто говно. Первое. Свайп ап и посмотри, что получится. Здесь классическая андроидная реклама, которая всплывает сверху, везде у нее верстка едет. Непонятно вообще, чего это. То есть мне прям... Я смотрю, и у меня аж это... Отражение, как оторопь берет. В общем, да. А по факту здесь, как в сторисах инстаграмных, нужно свайпнуть наверх, и что-то произойдет. Причем даже непонятно, что произойдет, хотя мне это понятно. Наверное, просто на Google Play переведет, что типа вот поставьте нашу приложуху, и все. Приложка. Ну да, да. Второе. Приложение бесплатное. Подождите, стоп. И тут хоп, и я даже не знал, что такое есть, а оказывается такое есть. Ты в App Store покупаешь приложку, она бесплатная. Но покупая ее бесплатно, ты подтверждаешь, что через три дня у тебя начнут списывать 50 баксов в неделю. Нихае на себе. Если ты это не разглядишь в графе Price. А ты не разглядишь. А скорее всего ты не разглядишь, ты увидишь, что загрузить, да, там, когда не купить, там кнопка называется загрузить. Ты когда ее видишь, у тебя успокаивает. А, это всего лишь загрузить. Ну я сейчас поставлю, потом, короче, посмотрю, если не понравится, удалю. И по факту ты посмотришь, скорее всего, только через две недели. И именно в тот момент, когда у тебя уже 50 баксов-то улетит. А лучше, скорее всего, может быть, даже и 100. Короче говоря, это жесть. И я не знал, что такое есть. А еще не факт, что если ты удалишь это приложение, у тебя подписка пропадет. Во, стопудово. Это надо будет еще именно с iTunes, с дескопного заходить. В офис будет ехать. Стопудово и заявление писать бумажное. Короче говоря, следующее, это награды. Я не очень понял, что это такое. Ну, короче, тут он пишет про кэнди-краш и про хуки, про крючки. Ну, короче, он поставил ресторан 2, и ему, говорит, вот за две недели, твою мать, в хроме я скроллю, и очень легко назад случайно сделать, ну, двумя пальцами в бок, типа, это назад по хистерии. Я вот сейчас назад по хистерии случайно сделал. Так вот. Две с половиной тысячи уведомлений пришло ему только в одном ресторан 2. За неделю, получается. Ну, что-то это какое-то говно. Я тоже не понял. То ли там именно предлагают... Знаешь, бывает, когда вот этот бэдж с пуш-уведомлением используют как сколько денег у тебя, например, в игре. Мне кажется, это, во-первых, баг с уведомлениями пацанов, скорее всего. А если нет, то им бы перепродумать логику посыла вообще уведомлений, в принципе, в приложении. Я тебе еще раз говорю, я видел приложения, в которых вот этот бэдж уведомлений используется, чтобы показать, сколько у тебя внутриигровой валюты есть. А-а-а. То есть у него две с половиной тысячи кристаллов, по факту, в ресторане 2. Или чего-нибудь там. Хренов, я не знаю, горчиц, кругляшков мяса. Ну, тогда это прикольно. Тогда это... Хотя хренов, я не знаю, это прикольно. Видишь, оно вроде прикольно, но вот именно, оно же бесит. Тебе хочется зайти и посмотреть, что у тебя там за две с половиной тысячи кристаллов. Да, они для этого и делают. Вот, да, да. И вот это он и называет дерьмовым дизайном. Не надо так делать. Кто-то бы это назвал модным словом Dark UX, а он говорит, что по факту это shit design. Shit UX. Да, да. Поэтому вот. И кроме этого, он показывает здесь Castle Crush. Ну, это уже видно, что это не App Store, это Android, да, Google Play. И тут именно в саму иконку вшит одно уведомление, понимаешь? Гений! Я думаю, в App Store такое просто не пропустим даже. Мне почему-то кажется, хотя... Стоп, стопудово не пропустим. Это вообще говно какое-то. Вот, вот. Видишь, именно иконка чуть-чуть уменьшена, чтобы влезла, так сказать. Ну, короче, прям вот как надо все сделали. Как надо. Это как я сегодня размышлял, что, знаешь, если бы... Если ты лихой чувак, сейчас взять, короче, сделать по-быстрому, выкупить домен telepram.org какой-нибудь. На нем сделать, короче, такую версию, типа, Telegram anti-RKN. И типа, знаешь, короче, там делать... Типа там лежит клиент, в котором уже вшита вся проксия, хрен, ся, ничего тебе не надо настраивать. Одну кнопку нажимаешь, типа. Но на самом деле тебе нужно отправить смс-ку, чтобы скачать зипник. Экзэшник. А когда ты скачешь еще экзэшник, там сразу вирусы еще максимально. Ну, когда ты уже смс-ку отправил, 200 рублей, там у тебя списали. Я понял. Ты прям это... Чуваки, если кто-то сделает, поделитесь деньгами. Станьте нашим 100-долларовым патроном, не впаду, потому что, я считаю... Потому что вам ничего это не стоит, вы уже миллиардер долларов. Вот. Короче говоря, вот такие бывают. Дальше идем. Вот это вот accept the risk. Это когда тебе какой-то посыл говорят, что типа... И ты такой... Нет, я не хочу получать эти супер-классные там предложения и так далее. И тебя прям заставляет нажать на такую кнопку, которая... Нет, я чмо. Просто вот. Ты хочешь получать удивление? Нет, я чмо. Вот такие вот кнопки. Это, говорит, полное говно. Причем здесь с сайта HP прям. Что они McAfee Security рекомендуют. Вот так вот именно. Настолько, так сказать, навязчиво. Пятое. Вот это ты тут уже не знал. Грязный экран. Баннер, на котором как будто бы пыль. И ты хочешь ее стереть, елозишь и нажимаешь на баннер. Не, ну это что-то вообще какие-то очень жесткие уловки. Просто это жесть. А я бы, знаешь, что я сделал? Попробовал бы проскролить мимо этого баннера. И если бы увидел, что пыль идет за баннером, то я бы забил просто и все. Я придумал. На следующую обложку подкаста делаем говно просто на обложку. Все хотят соскрести. И слушают. Слушай, можно еще этот. Такой вот слой, который как на лотерейных билетах. Да. Полностью всю заглушку сделать такую. Именно цвета говна. И потом стираешь. А, ну да, да. Продолжаем тему с говном. Все-таки на... Их все будут хотеть стереть, чтобы узнать, какая на самом деле обложка. Что, надо это записать. Ну, я думаю, мы уже не забудем. Прямо вот я на полном серьезе. Я хочу сделать полностью обложку из вот этого вот штуки, которая соскрибательна. Dark UX назовем его. Это все. Я сейчас прям к нам в телеграм это закину. А пока здесь скажут, что вот чувак увидел... Ты что? Ну, мне друг установил, можно, у меня работает почему-то. Не знаю. Так, сейчас. Слой для лотерейного билета. Чпык. Так вот. Здесь снапчатовская сториз о том, что какие-то кроссовки рекламируют. И здесь волос нарисован. Опять же, на экране. И ты хочешь убрать волос, с экрана кликаешь и уходишь на распродажу. Блин, тупо, но, видимо, работает на кого-то. Сто пудово. Ну, просто волосы, это вообще-то противно, на самом деле. Я даже вот не то, что... Я, наверное, буду футболкой пытаться протереть или что-то такое. Потому что... Сразу же, да? Ну, ладно. Да, седьмое, это опять же, вот, продолжите, чтобы не устанавливать. Надо нажать отмену для того, чтобы не устанавливать какую-то хреную. Ну, это мы уже обсудили что-то подобное. Восьмое, я хочу отписаться. И здесь самое классное, когда в e-mail рассылках, чтобы увидеть кнопку unsubscribe, надо выделить текст, потому что она белым на белом, на самом деле. Это я тысячу раз видел, это бесит дико. Но я уже даже и привык почему-то. Как бы я просто уже знаю, что так бывает. Ну, да. А потом здесь форма о том, что оставьте свой e-mail адрес, и мы не будем вам писать. Просто наглая ложь вот такая. Я один раз уже оставил e-mail адрес, когда я iPad 2 выиграл. Это, конечно... Все еще пишет. До сих пор, да, все еще не пишет, но... Дальше здесь установочник какого-то Unlocker 1.9.0, который нам предлагает еще BingBar поставить. И если ты жмешь галочку «Не ставить BingBar», он тебя заставляет 11 секунд ждать, точнее 15. Не, ну нужная вещь, BingBar, я поставил. У меня на работе установлен даже BingBar, почему бы и нет. Кстати, вот десятый пункт уже из жизни, уже не веб-дизайн. А вот смотри, салонка, а в ней настолько дно, так сказать, продавленное, что ты, грубо говоря, не полную салонку получаешь, а только вот половину практически. Реально, половина объема, она украдена вот этим выпуклым дном. Я бутылки вина такие часто видел, и я думал, что это... Ну, по факту всегда в вине 0.7 налито, это просто написано. То есть там не могут обмануть, если они пишут 0.7, значит 0.7. Я думал, это дизайн именно. Но походу это все-таки говно. Ну, тут тоже как-то круто, по-моему, это в натуре дизайн. Ну, вот чувака уже понесло, ему кажется... Но дальше вообще смешно, дальше вот сэндвич. Кажется, он полный, хоп, открываешь, а там две половинки. Видишь, да? В принципе, в принципе, нормально. Хотя, опять же, вот я больше чем уверен, что если ты смотришь на упаковку, и там написано, масса нету, 150 грамм, то какая тебе разница, что он пополам разрезанный? Я буду видеть, что стакан наполовину полный, и просто вау, мне разрезали напополам сэндвич. Мне не надо его разрезать самому. Ну, как факт, это все равно какое-то дарк говно. Ну, я согласен, они-то наверняка... Ну, ты такой, блин, сейчас большой толстый сэндвич, никто не будет грамма смотреть, кроме меня. Я вот люблю посмотреть, что ты берешь... О, сейчас возьму литр сока, а там уже 0,85 давно, а не литр. А стоит он все так же 150 рублей, поэтому как бы... Ну, вот именно. Дальше еще лучше сэндвич с ветчиной, и там ветчины просто 1 сантиметр, чисто для вида сделано, а по факту дальше ее нет. Да, да. Ну, такое часто встречается в столовых в университете, например. Ну, да, но там, я думаю, это откуда... Ну, то есть, это просто... Здесь реально хотят обмануть, а там даже и обмануть не хотят. Ты им спросишь, ну, да, там мы чуть-чуть накапываем просто чайной ложечкой вам колбасу. А она именно из ложечки у них там идет и запекается потом в форме колбасы. Ну, здесь, короче, дальше там типа это... Чекбокс написано. Если вы хотите, чтобы мы никогда вам ничего не присылали, то не ставьте этот чекбокс, в конце написано. А по факту ты хочешь его уже поставить, потому что, ну, быть, надо поставить там все чекбоксы, чтобы дальше продолжить. Так что вот такие вот бывают Dark UX-паттерны, которые на самом деле и не Dark UX вовсе, а просто говнища. Смешная тема, веселая. Она прикольная, да? Возьмите себе на заметку. Такого бы побольше. Это, знаешь, как вот топ-10 там какого-нибудь этого. Да, абсолютно ненапряжные такие офисные темы, которые прямо вот на кофебрейке надо почитать, вместе с ним поржать, а потом дальше пойти и заниматься никому не нужной рабочей деятельностью. И продолжать медленно умирать, ты имеешь в виду это, хотел сказать, чтобы максимально грустно. Короче, последняя тема из дизайна, пацаны, приготовьтесь. Это, между прочим, то, о чем мы с тобой любим говорить. И, между прочим, об этом у нас есть целое видео, которое почему-то многие люди прошли стороной, потому что, судя по просмотрам, не заинтересовало. Или мы что-то не то сделали, или люди подумали что-то другое, или я не знаю, но хотелось бы просто уточнить, что у нас есть видео на канале, которое называется что-то типа дизайн... Выставка советского дизайна, я просто даже сейчас не полюнюсь открыть YouTube, и пусть все зрители нашего скринкаста видят, как это легко находится, и да. Да, у нас есть прямо вот видео, оно не типичное для нас, это не подкаст, это не какой-то там учебный ролик, это прямо реально съемка нашего похода в музей, и, собственно, с комментариями разработчиков. Причем это, на самом деле, это как вот ты говорил, что самое недооцененное интервью Дудя с Найшулером, и оно действительно прикольное. Вот это один из наших самых недооцененных видосов, а, между прочим... Я не понимаю, почему, между прочим, на него сил было положено нормально. Да, продакшн был прям долгий, в том числе и постпродакшн, когда ты монтировал, я там текст наговаривал, и так далее. Да, 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 сколько перезаписывали, сколько думали, делали, тексты меняли, там, более живым голосом, более мертвым голосом, и так далее. Я, причем, просто на YouTube написал советский дизайн, и наш видос третий. Вот, вот. Но у него, конечно, абсолютно не кетчая обложка, просто говнище, я начинаю понимать. Ну, голый бабу мы не стали ставить, надо было, наверное, в пинап какой-нибудь бабу поставить. Да, надо было в советский пинап поставить. Но мы тогда еще зеленые были, это было год назад, причем, ну, это по ютюбовским меркам год назад, по факту, там уже год и 10 месяцев назад просто, 27 марта 2017 года. Ну, нет, слушай, год назад реально. Ну, мы тогда не думали, мы думали просто про искусство, мы сделали, талантливо сделали, понимаешь, а никто не оценил. Вот поэтому посмотрите обязательно, кто дослушал до этого момента. А тема про что? Тема-то, опять же, про него, про тот самый советский дизайн, потому что The Overlooked Wonders of Soviet Era, Industrial Design. И здесь рассказывается про то, что ни хрена себе вышла книга новая, сделана, задизайнена в USSR 50-89 года, 1950-1980, соответственно. И в книге очень много примеров и историй про какие-то вещи, которые задизайнены, так вот, в ту самую эру советскую, советской эпохи. Значит, здесь что описывается? Просто даже есть предмет, есть фотографии, почитайте, посмотрите, прикольно. И сразу же нам фотография Сатурна, которую они здесь написали, как Сатурнос. И я вот когда вот читал заново вот эту тему, вот эту смотрел, не заново, в смысле, а в принципе вот ее открыл, помня, опять же, как мы были с тобой в музее, снимали ролик и так далее. У тебя скупуха пошла мужская? Да у меня не только скупуха, у меня еще просто вот уважение к тому чуваку, который сделал, потому что везде во всем мире говорят про этот пылесос Сатурн. То есть... Я причем больше чем вижу, что вот это вот, где Сатурнос написано, это именно импортная версия. То есть мы наверняка их делали не только на внутренний рынок с русскими надписями Сатурн, а еще и, скорее всего, мы продавали куда-нибудь в Сербию, опять же, и там-то был уже Сатурнос. Вот, вот. И, то есть, если говоришь, опять же, слово Soviet era, дизайн Soviet era, сразу же вспоминаешь Сатурн. Все, это первое, что приходит тебе на ум. И это тот самый пылесос, который был, вот Юрий Гагарин полетел, а мы сделали Сатурн. То есть уже в стиле, в стиле космоса, в стиле той эпохи, прям вот с тем вот, не знаю, с тем романтизмом, не знаю, авантюризмом, короче, сделан. Вот прям реально сделать пылесос, который выглядит как, блин, летающий аппарат, нахрен, это... Я прям помню, как я наговаривал тот текст. Мы там в видосе это, конечно, очень вкусно описали, прям с плакатов, поэтому, блин, посмотрите, это круто. Да, поэтому посмотрите, опять же, посмотрите. Ну и в том числе здесь пишут не только вот то, что удалось, не только то, что пошло в релиз, скажем так, но и всякие там разные типа концепты. Такие, как, например, автомобиль Белка А50, Squirrel, еще мне нравится, как в скобочках написано Squirrel, Белка А50 Squirrel. Да, вижу. Вот такая автомобиль, абсолютно странный, абсолютно пинапный автомобиль, в котором действительно должны быть девушки, у которых сдувают платье в горошек. Ну, непонятно, кто на нем должен был ездить, потому что, ну, тупое говно, тупого говна. Да, просто я пытаюсь найти дверь, а она, между прочим, дверь, она же кабина, то есть там она, видимо, вверх, как у Ламборгини открывалась, по замыслам. Ну, по замыслам, да, и такие концепты там встречаются в этой книге. К тому же там есть такие вещи, как, например, неваляшка Роули-Поули, ну, то есть это та самая неваляшка, которая не падает. And Grib, Grib, почему нету скобках Grib в скобках Mushroom? Не знаю, не знаю. Кроме этого, радио, конечно же, радио, великие, охрененно выглядящие советские радио, которые мы все любим, тем более, что у нас в Челябинске есть, между прочим, завод, на котором делали эти самые радио. Причем все еще функционируют, делают, правда, сейчас уже для ракет всякую хрень. Да, ну, непосредственно, да, мы были связаны этим, поэтому нам было классно. Что еще здесь есть? Макаронные изделия, например, то есть здесь просто какие-то обложки рекламные в этой книге, например, как выглядели обложки макаронных изделий, рожки. Да, 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 это круто. Я прям хочу такую книгу. Ты посмотри, как выглядит маленькая помидорка и какой-то укропчик. Как будто это, знаешь, из тех самых комиксов «Ты пронс» с Вонни, это как будто упоротый помидорка. Да, рожки, обрати внимание, они не раскопированы, каждый из них уникален. Рожки — это, видимо, рожки от автомата Калашникова, судя по тому, как они выглядят. Да, потому что рожки паста пакаджин. By the Rostov Pasta Factory. Почему не Макфа? Почему не наша Челябинская, видимо, да. Между прочим, сигары Москва, очень стильно. Я прям вижу, как эта коробка выглядит, прям, ну, блин, классно. Сигары Москва дальше, ну, это хрен. Вот этот стиль, да, мы, конечно, многократно в нашем подкасте уже восхищались советским дизайном, но, блин, это реально круто. Я просто пытаюсь понять, вернусь к рожкам. Что такое цена? Первый пояс — 34 копейки, второй — 37, третий — 41. Там рожки по сортам, что ли, еще делились? Это маленькие? Не знаю, подпоясаны они были. Одни из третьего сорта. Я не знаю, честно, не знаю. Это очень странно. Кто бы вот, если нас слушает кто-то, какой-то чувак, которому за 60, скажем так, может быть, он пояснит. Может быть, у него все еще такие рожки заваривает. Третьего пояса за 41 копейку. Топудово, он самые дорогие брал, до сих пор хранятся. Хотя срок хранения — 12 месяцев. Потому что те, кто брали меньше, они уже умерли. Короче, да, вы поняли. Классные картинки. Уверен, что никто не пожалеет, если приобретет такую книгу просто себе домой. А где линк? Почему нету линка на Amazon? Слушай, тут есть линк? Он ведет какой-то на Fiden какой-то там. Ну, на Amazon ты сейчас не сможешь зайти искать. Стопудово. Но он ведет на какой-то Fiden, и, между прочим, стоит 24 гребанных этих... Фунта. 25. Фунта матьевого стерлинга. Хардбэк. Это, между прочим, в твердой обложке. Блин, шоколад Аленка современный. Блин, здесь больше даже картиночек. Здесь классно. Здесь телефоны есть. Дождливое воскресенье. Шикарно. Мяу, там скутеры есть российские. А еще это все, понимаешь, это еще колоритно тем, что это описано на английском все, да? То есть, они типа со своей колокольни там смотрят, хотя это вроде как девочка русская писала, переводила, да? Но просто прикольно, что вокруг английский текст, и тут наши русские, значит, рожки. Ну, слушай, я бы очень хотел такую. Если кто-нибудь нам пришлет такую в музей и веб-дизайн, будет вообще классно. Ты имеешь в виду вместе с нашими соленьями и вареньями, которые нам на барабан крутите барабан вот в этот музей. Да-да-да, там, где наше очко переходит зрительный зал, все вот это. Да ладно, да ладно. Кстати, смотри-ка, здесь у меня в релевантных товарах книжка Made in North Korea, и ее-то мы уже тоже в подкасте обсуждали. Вспомни, мы обсуждали то, что в Корее все розовое-красное на примере этой книжки Made in North Korea. Точно, точно, точно. Причем она-то уже sold out, ее уже все распродали. Ну, это из-за того, что мы пиарились. Кстати, да, я больше чем уверен. Поэтому нужно... Вот такую бы коллекцию книжек бы заиметь. Она даже не в твердой обложке была, представляешь? Северная Корея не в твердой обложке, а USSR в твердой, полный хардкавер. А, тут хардбэк. Хардкавер, это, видимо, по-американски, хардбэк по-британски. По-ихнему, да. Хорошо, ладно. Блин, это круто, это круто. Чуваки, блин, спасибо Косте за темку. В десны бы не поцеловал бы, нет. Неправильно поймут. Короче, между прочим, светские новости, которые настигли нас по вердизайну сразу же. И здесь прикольные две новости, которые, знаешь... Ну как, вторая не очень прикольная, но первая достаточно прикольная. И такая, я вот на ней сидел, и как бы тебе сказать, у меня и так немножко пригорело по поводу того, что мы с тобой говорили про Илона Маска, а потом все вдруг начали говорить про Илона Маска, да? Ну, это не только про него. Мы уже неоднократно ловили себя на мысли, что мы в подкасте что-то обсудили, а потом через полгода бомбануло. Хотя мы как бы вот по cool story Bob'у просто теперь сидим и все. Ну вот продолжая эту тему, что все-таки, все-таки, как бы мы того не хотели, отчасти Илон Маск делает Илон, простите. Делает все для того, чтобы немножко попиариться, немножко сделать какой-то образ себя, как такого крутого пацана. Хоть мы... у меня была лично моя тема одна из... что он абсолютно нормальный чувак, и там у него свои переживания и так далее, и так далее, и так далее. У меня прям была моя тема, где у него брали интервью в каком-то типа Rolling Stones. Вот, реально, в подкасте мы рассматривали ее. Что он там с Эмбер Хьюорта остался. Я припоминаю, да. Это причем не так давно было, это в этом сезоне было, так скажем. Это в этом сезоне, да, было. Здесь вот тема, которая на те журнале написана, о том, что, представляешь, как-то разочек, очень, видимо, эпатажно и прям вот, прям вот максимально, видимо, беспалево, а точнее, наоборот, очень сильно указывая на то, что сам Илон Маск так старается, чтобы Тесла не пошла, скажем так, не пошла просить просто уже милостыню. Потому что, между прочим, у них акции там и все такое падает. Из-за того самого инцидента, который, я не помню, мы про него, мне кажется, не говорили в подкасте, но, наверное, все знают, что Тесла немного упала вообще во всем. Потом, после того, как она поднялась, хрен знает как еще, когда запустили ракету вместе с тачкой, после этого они же на беспилотники врезались, причем жестко врезались до взрыва, до возгорания, до чего-то там. Соответственно, акции Теслы упали. На фоне этого, якобы, Илон Маск очень сильно стал работать именно над проектом Тесла, потому что он за несколько проектов сейчас отвечает, получается. Это его личные проекты, то есть там Тесла, SpaceX, ну и другие там темы, которые зависят, точнее, не зависят, а которые, где он заботится о нашей вообще вселенной и природе. Короче говоря, Тесла, это одна из них, и он сейчас так работает, не может уйти с работы, ему надо спать прямо там, и у него, знаешь, беспонтовый, беспонтовый, беспонтовый диван там стоит, такой одноместный. Это стоковый диван, как в аэропорту где-то, в зале ожидания, ну реально говнище, я не завидую. Да, здесь есть на фотках, и обычная белая подушка, дефолтная белая такая подушка, как будто, опять же, стоковая. И, значит, он на нем прям вот реально спит, когда вот, ну не может, не может сегодня поехать домой, спит. Значит, так упахался в Тесле, что прям сидит на работе и спит. Пацаны-то увидели, фанаты. А он вообще женат или что, или как? А, развелся, все вспомнил, простите. Он же развелся, да, и у него там разные женщины сейчас. Значит, не знаю, что он еще делает на этом диване, давай не будем уже это обсуждать. Факт остается фактом, что чуваки спалили и решили его по прикольчику поддержать. Я говорю, а давай купим нормальный диван-маску, а, по приколу. Че он, у него денег-то нету, он сам себе не может купить. Значит, а он самое главное, еще и, он же сетовал прям на это. Вот что вот прям не могу, сплю реально на неудобном говне. Нет, чтобы как бы самому себе и купить еще 10 таких диванов, просто их поставить друг за другом и спать на них. Вот, нет, он будет терпеть именно лишения. То есть, он именно выставил себя, я вот именно так это скажу, он выставил себя человеком, который страдает за Теслу, чтобы мы все понимали, насколько это важный для него проект. Если мы сами, мы, типа, уважаешь Илона Маска, да, человека, который, типа, летит в космос. И уважай же Теслу, покупай машины, и давай ты не будешь, типа, выдлить на то, что там мы взрываемся из-за автопилота, да. Короче, в общем... Блин, нам надо тоже что-то такое замутить, чтобы все, кто за ювеб-дизайн радеет. Давай тоже просто в мусорке сфоткаемся. Нормально, performance будет хороший прям. Нормальная тема будет. Вот. Короче, пацаны решили подержать и хотели собрать всего 1000 баксов, как обычно на ChromeFind на платформе. Собрали уже больше 2000 долларов, то есть уже можно нормальный такой диван взять за 2000 баксов. Мне бы лучше взяли. Короче, непонятно, если он откажется, то есть он пока еще ничего никак ему не сказали, но если он откажется или он просто проигнорирует, бабки пойдут на благотворительность, соответственно. Ну и последняя строчка здесь. У Илона Маска нет проблем с деньгами, его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. Ну вот, я только хотел как-то тоже это, на Патреоне его поддержать. Думаешь, стоит, да? Я не могу, там смешной комментарий, самый популярный. Это вот эта вот фоточка его и фейк-астронот. Ну как бы фейк-астронавт. Ну ты понял. Ну да, да. Для этих. Да, как фейк-текси, фейк-да. Ну действительно, похоже на диван для кастингов, для порно-кастингов. Забавно. У него там еще уайтборды, доски прям. Какая-то куртка на столе лежит. Просто, я не знаю, вакханалия. Он какой-то как бомж, вот реально. Он, кстати, весь в черном, что характерно. Приковывает внимание. И с черной телкой, чтобы максимально приковывать внимание. Простите за расизм. Окей, последняя тема. Я хотел так сказать, я так сказал. Мне похрен. Последняя тема из светских, хотя она всего вторая, но тоже достаточно интересная. Потому что я тоже видел эту тему, не скрою. И тоже думал, что попадет в подкаст. А я вот не очень понял, почему мы с украинского сайта ее читаем. Не знаю, FBI прокомментировал и оставил нам тему. Gmail режим конфиденциальность. С украинского сайта ITC и UA, это, видимо, местные новости у них там. Я сейчас быдлю, конечно, скорее всего, это какие-то очень крутые у них там новости. Да мы, на самом деле, с этого сайта уже неоднократно читали что-то. Ну, каким хреном, я не понимаю. Какие-то этичные новости, пойди, у них там крутые. Короче, в общем, пишут про то, что, да, действительно, Gmail обновленный будет со специальным режимом конфиденциальности, который позволяет тебе отправить письмо, которое самоуничтожится, как в миссии «Невыполнимо» в первой части, когда Том Круз в самом начале получает в очки прям себе на очки миссию, которую он должен сделать. Не надо рассказывать, кто там что себе на очки получает. На очки, ладно, это не тот фильм. Короче говоря, письма запаролены могут быть. Им они, значит, вот только чувак другой знает, если пароль, он откроет это письмо, и оно сразу сожжется еще быстро за секунду, он не успеет прочитать. Оно вот прям вот, и он не сможет ни скопировать, ни распечатать, ничего сделать, значит, никак обойти. Он даже, наверное, не сможет нажать F12, хотя казалось бы, нажать F12, да, и посмотреть через инструменты разработчика и просто копирнуть, что нам мешает, я не знаю пока. Пока не знаю. Но допустим, но допустим. Ну ты что-то сразу очемелые ручки решил строить. Что нам мешает из бутылки вырезать, короче, хрень, через нее там что-нибудь сфотографировать и оставить это письмо себе. Сфотографировать Gmail, да. Короче, кроме этого, конфиденциальность наверняка нужна. Это сейчас очень трендовая тема, действительно, Gmail молодцы. И кроме этого, не знаю, кто это будет пользоваться этим дерьмом. Я даже приватными чатами-то в телеге не пользовался особо никогда. Да ладно, мы с тобой даже их устраивали. Ну, в смысле, мы это так, мы тестили, опять же, мы же те еще эти. Конечно, мы же с тобой брофлили. То есть не то, чтобы нам что-то надо было так уничтожать, прям, что вот через сколько там секунд, там, и так далее. Gmail, ну, может быть, окей. Своему, короче, преподу пошлите такое сообщение, чтобы оно сразу еще удалилось, и он скопировать ничего не мог. Прямо вот со своей работы. Чтобы нормально все было ему. Ты имеешь в виду диссертацию, так отправить и у себя удалить еще. Если он не успел принять, это его проблема. Это его, кстати, проблема. Как говорит Аршавин, да, это ваша проблема уже. И, значит, дизайн поменяют. Gmail в веб-версии, как я понимаю. Будет изменен дизайн. Самое характерное, что изменится, это справа такая вот появится хреновина. Они перенесут те самые кнопки, там, прочитано в архив, на правую такую панелечку. Ну, не знаю, лучше это или хуже, чуть-чуть, все равно к материалу все движется, потому что Gmail до сих пор, по-моему, такой. Местами, наверное, можно придраться, кто евангелист материал-дизайна, он скажет, что не-не-не, это не по материалу. Поэтому они все-таки туда двигаются, делают по стайл-гайдам. Ну, что можно сказать? Это не то, чтобы веха какая-то новая в почтовых клиентах и в почтовых веб-сервисах. Да это опять уже какая-то клепуха и снапчеты не устроили, просто есть и сторисы. Сторисы скоро в Gmail будут. Может быть. Ты, возможно, пророк. Ну, слушай, надо будет royalty просить, если я действительно сейчас запророчил что-то. Да? Да, будут кругленькие штучки, на морду нажимаешь, и там какие-нибудь письма, опять же, твоего преподавателя. Они там что-нибудь перемешались, он такой хоп, там, на, на. Представляешь у тебя, где они, кругленькие штучки выскочат? Ой, где они так не выскакивали у меня уже эти кругленькие штучки? Ну что, разработка у нас есть, между прочим. Как бы этот выпуск не был лайтовым. А он будет лайтовый? Я думаю, что... Есть разработка? Этот выпуск, который мы заслужили. Причем, знаешь, для чего? Для того, чтобы я его прямо сейчас смонтировал, и прямо завтра он уже был, и вообще. Возможно, мы даже будем вести какие-то переговоры с нашими патронами, чтобы он был доступен для всех сразу. Завтра беспрецедентно, потому что это спешил. Потому что, чтобы актуальность не утерял. А ты, представляешь, завтра уже Telegram разблокируют, а мы тут все еще рассуждаем о том, что он заблокирован. Ну, согласен, во-первых. Во-вторых, это будет смешно. Но, в-третьих... Что ты мне сделал из-за мат извини, да? Да. Между прочим, 20 минут второго ночи у нас по Челябинску. И, знаешь, я вот заметил, что мы с тобой достаточно стойкие, алоянные солдатики. Потому что, например, у нас есть такая программа, как по защите животных, по защите детей. Так вот, программа по приводу богатых патронов, богатеньких мальчиков к нам в подкаст для обсуждения одной или нескольких тем. Те, кто занес приличную сумму бабла. И, чувак, я не скрою, мы приглашаем уже чувака, который, скорее всего... А, или это нельзя, да, сейчас говорить было? Это был тот самый сюрприз, который... Ну и ладно. А никто не дослушается. Да, да. Я только хотел сказать, что никто уже не дослушал этого места, поэтому... Ну, тем не менее, короче говоря, чувак... Не нахрен послать всех подписчиков, сейчас и все. Так, короче говоря, чувак, между прочим, сказал, что ему поздновато будет, он будет уставший и так далее. Вот мы с тобой, между прочим, ходили на работы, ну, я ходил. Ты тоже почти? Я просто работаю. Ты пахался. Я уже по жизни работаю, поэтому... Ты по жизни, вот. И, значит, между прочим, сидим, и как ни в чем не бывало, 20 минут второго ты еще монтировать будешь. Да, я супер кружку кофе себе заварил перед этим, и мне нормально, мне прям за хорошо. То есть писать будешь не только монтировать? Я правильно понимаю твою мысль? А с учетом крепости кофе, возможно, и какать еще в том числе, потому что... Это мы уже делаем с тобой. Срывает все шпингалеты от такого кофе крепкого. Да. Ну что, давай разработку. Мы сегодня без паузы, без менопаузы. Ты хочешь без паузы? А я хотел себе сделать бутерброд. А давай, а давай тогда. Тогда давай. Потому что я понимаю, что мы заслужили легкий подкаст, но подкаст без бутерброда мы не заслуживаем, мне кажется. Все-таки надо как-то и честь знать. И разработка, да, ты говорил, у нас начинается? Да, именно она. А я только твоими словами руководствуюсь. Так вот, ты бы не сказал, я бы и не начал разработку. А что бы ты начал? Я не знаю даже, что бы я начал. Бархатную революцию? Как в Армении, да. Короче, новые фичи вебкитовские в Safari 11.1. Вышел Safari 11.1 с каким-то там недавно. Ну, новость от 12 апреля. То есть реально недавно. То есть там неделю-полторы назад вот так. У меня опять же, с учетом того, что у меня тут супер-бета-бет стоит, у меня как бы уже Safari 11.1. А High Sierra у меня бета 10.13.5. Вот, поэтому я тут эти фичи уже чисто теоретически испытал на себе. Да. Хотя на самом деле ни об одной из них даже и не подозревал. Начнем. Service Workers. Другие сервис-воркеры у нас теперь здесь. Классные. Работает с Cache API и так далее. Поэтому еще более крутые сервис-воркеры. Я, насколько понимаю, на вебките, то есть в Safari, их даже и не было до этого. То есть не то, что более крутые, а хоть какие-то. Но крутые. Хотя бы вообще в принципе сервис-воркеры. В чем суть? Суть в том, что на бэкграунде немножечко процессится страница. И иногда помогают нам, если вдруг интернет отвалился, что-то еще поделать. А потом, когда интернет привалился, да, отправить это дело все в соответствующие соотецки. То есть это такой некий офлайн-режим, который вот теперь есть тоже еще и Safari в том числе. Нужно заметить, что перед каждым летом Apple активизируется и пытается делать какие-то движухи. Потому что скоро DubDubDC. И надо будет говорить громкие слова о том, что Apple поддерживает разработчиков, в том числе веб-разработчиков. У нас классные там тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Но реально. Вот Safari 11 вышел год назад. И вот тут чисто случайно перед DubDubDC вышел Safari 11.1. А на DubDubDC анонсируют стопудово 12-й, который будет еще круче, чем 11.1. В общем, ну вы поняли. Apple, конечно, еще далеко до такого open-source комьюнити. До суперчастых мажорных релизов, как в Chrome и в Firefox, например. Но что-то они тоже пытаются делать. И можем думать, что именно они делают вот круче. То есть они потому что так долго делают, что просто они делают круче, чем все. Бла-бла-бла. Следующий Payment API для Apple Pay. Можно будет Apple Pay им прям платить на сайтах. Ну здесь, я думаю, без комментариев абсолютно. Можно будет через специальную API списывать деньги с Apple Pay. Очень удобно, быстро, но, наверное, кто-то скажет небезопасность. Паранойков-то у нас хватает. Beacon API — это такая штуковина, которая асинхронные запросы отправляет. И, ну, короче говоря, как-то распараллеливает для того, чтобы... Если у нас отправился запрос на какие-то файлы статические, например, то не блокируется загрузка основной страницы, они асинхронно долетают просто и все. Супер лучше, быстрее страницы загружаются. То есть страница уже пошла загружаться, и то, что у тебя там внизу где-нибудь какие-нибудь там картинки и так далее, они будут дозагружаться в фоне и не блокировать первую загрузку самой страницы. То есть типа быстрее открываются страницы. Ну и на самом деле, если я, например, буду загружать вот этот вебкит.org, даже сайт, он как-то очень быстро показывается. Хотя очевидно, что не все там сразу загружается. То есть вот такое. Кстати, я когда вот beacon, вижу слово. Вообще beacon — маяк, да, переводится, насколько я помню? И в олдскульных RPG Might and Magic там было заклинание Lloyd's Beacon. Маяк Ллойда, насколько я помню. Так, и что это значит? А там суть в том, что ты с его помощью мог между городами перемещаться, ставить маяк и потом из любого места к этому маяку телепортироваться. То есть, да, грубо говоря, он освещал, ну как бы метафора такая, что тебе эта хрень издалека освещает, ты знаешь всегда, как до нее добраться. И по факту там были телепорты между городами через фонтаны. То есть ты там, телепорт был — это магия воды. Поэтому ты должен был по воде это делать. И вот в тех больших городах, где есть в центре фонтан, ты типа в него телепортировался и с фонтанов выходил. Но были ключевые места, в которых фонтанов не было, и там все ставили маяки. То есть все ставили эти маяки, они там держатся 300 суток в зависимости от того, какой у тебя был скилл. Вот меня когда это слово Beacon здесь увидел, у меня все вот эти воспоминания нахлынули, и мне прям захорошело. Далее. Можно аплодить целые папки теперь, например. То есть прямо на Яндекс.Диск переносить всю папку, и он ее всю туда загрузит. То есть не по отдельно, по файлам, или как раньше, зипнуть все в архивчик, и архивчик залить. Можно всю папку теперь переносить и все. Я, кстати, не знаю, в других браузерах такое уже есть или нет. Но вот это прикольно, что можно вот прям в дропбокс сразу папку залить, и она как папка в дропбоксе и покажется. Охренеть. Ну, слушай, по-моему, в храме такое есть. Я вот ни разу не пробовал. Как бы я настолько привык уже вот, что нужно зипировать и зипом заливать, что как-то даже, ну, прикольно, если так. Следующий пункт, мы об этом говорили уже в этом подкасте как-то сто лет назад, что вместо гифок теперь видосы будут. Потому что гифки, они тяжелые, они нагружают и процессоры вообще, а видосы, они аппаратно закодированы кодеком H.264. И вместо гифок теперь можно подгружать видосы именно как HTML-тег, не в смысле HTML5-видео, а в том числе можно прямо на бэкграунд в CSS видос записать. То есть он этот Mime-type будет распознавать как медиа, мидиа, и классно. Оно быстрее, оно производительнее. И теперь вот эти вот бэкграундовые видео еще более проще. Можно будет как-то запиливать, просто как бэкграундовый фон, только вместо фона видео туда написать. И да, здесь есть статья. На каждый из вот этих пунктов, которые я озвучиваю, есть уточняющая статья где-нибудь. Вот, например, здесь про вот этот вот имидж SRC MP4, то есть прямо в имг, ну то есть в тег имидж можно как сурс запустить видео. В Safari Technology Preview это было в конце 2017 года, вот теперь пришло в релиз. Ну и на самом деле это является киллер фичи Safari. На момент написания той статьи в Chrome это не работало, а в Safari это уже работает. Поэтому я не знаю, как сейчас, может быть, Chrome уже тоже выровнялся. Я вот сейчас попробую инспектнуть, так сказать, элемент. И да, имидж SRC, ну нет, в данном случае... А, это гифка. Вот следующий пример, если я посмотрю, то будет, видимо, видос. Но почему-то у меня здесь вопросики. Либо оно на Амазоне находится и не проигрывается, либо что-то все еще пошло не так, там какую-нибудь спецификацию сменили. Потому что вот здесь... Ну нет, здесь тоже гиф. Сейчас подожди, мне просто даже интересно, будет ли здесь какой-нибудь пример, который именно показывает всю мощь. Так, открывайте, говорит, Developer Tools и see the difference. Вот я смотрю. Гиф, гиф. Странно, везде гиф, и оно не грузится. Просто вопросик. Причем в консоли нету 404 ошибок. Как будто просто тут... Говно. В общем, работать должно пока... То ли статью не апдейтнули ту, то ли что-то еще. Это надо будет просто гуглануть отдельно еще, если вам интересно. Свойство Font Display, которое я уже видел про него, 100 тысяч статей. Вот оно теперь работает в Safari. Там есть несколько значений swap, fallback и optional, которые на самом деле избавляют нас от вот этой вот вспышки, когда Typekit-овский шрифт у тебя должен какой-то загрузиться. Ты сначала загружаешь страницу, у тебя Arial беспонтовая показывается, потом хоп моргает, и показывается другой нормальный. Например, если поставить optional значение, то он, если в кэше уже есть тот шрифт, который надо, он его покажет. Если нет, то он даже пытаться не будет, останется Arial, например. Если есть swap, то он будет как раз вот менять. То есть, как только он загружается, хоп, будет подменен этот веб-шрифт. А есть fallback, на котором, если 3 секунды не загружается, то уже и не будет загружаться. Причем самое главное, что потом-то он загрузится, и при следующей перезагрузке уже покажется тот самый шрифт. Но хотя бы вот без этого вот моргания, без понтового, которое бесит. Это в CSS fonts module 4 уже есть. То есть здесь опять же ссылки на спецификации даны. Есть такой атрибут decoding. Новый атрибут у имгов, опять же, который позволяет нам супербольшие изображения декодировать, то есть процессить, чтобы они из мутных показывались в четкие, асинхронно. Если мы атрибуту decoding поставим async, то мы не будем ждать картинки. Они будут, опять же, как lazy load, только обычно lazy load у нас на JavaScript был сделан, а теперь этот lazy load у нас на уровне браузера реализован. И это, конечно, у них пока все еще proposal. То есть они предложили это в W3 group, там куда-то там. А, кстати, уже мерч, уже все. Уже proposal пропустили, я так понимаю, и в HTML это, и теперь уже вот Safari реализовал. Здесь ссылку дали на proposal, просто потому что там спецификация была описана. Вот Safari ее уже реализовал. Я надеюсь, лучше, чем MP4 на картинках. Но да, суть в том, что теперь lazy load будет не нужен, потому что он будет из коробки работать в браузере. Это классно, это здорово. Так, пассивное прослушивание событий. Все мы привыкли к тому, что если вешать что-то на onscroll, на touchstart, touchmove или will, то все лагает при скроллинге, потому что он каждый раз пересчитывает, и каждый раз это ждет с запозданиями. В общем, ад. Теперь, если мы сделаем passive, то он будет пропускать просчитывание. Если ты очень быстро скроллируешь, он не будет пытаться обсчитать все, а обсчитает только тот, на котором ты вот остановишься непосредственно. То есть сделано, чтобы не лагало ничего. Очень здорово, очень классно. Опять же, это то, что... Я не помню, как это называется, но, короче говоря, прям есть сниппеты кода джаваскриптовые, где написано, как вот сделать, чтобы он пропускал какие-то такты, практически типа симулировал троттлинг такой и не пересчитывал каждый раз. Вот теперь это опять же будет из коробки в Safari. Storage Access API — это доступ к кукам и так далее будет каким-то образом здесь нормирован. Это надо читать на WebKit-блоге, но суть в том, что здесь пишут, что более прозрачно будет для пользователя, или кто, какой сайт, к каким кукам получил доступ. Возможно, будет прям лог вестись и так далее. Ну, прикольно. Точнее, не к каким кукам, а к каким данным, которые в куки запишут. Ну, короче, вы все поняли. То, что все время всплывает, этот веб-сайт использует куки, теперь можно будет стопудово... Да, стопудово будет узнать, какие. Subresource Integrity. Мы можем у таких вещей, как script и link, указывать в атрибуте Integrity хэш. Хэш, что типа, чуваки, вот скрипт, который я подгружаю с этой CDN-ки, должен быть вот такой. И хэш. Я не знаю, нужно это будет делать вручную, или каким-то образом это будет автоматизировано, но и будет, если вдруг потом на CDN-ке сменится этот файл, если CDN-ку взломали, и там майнер уже вместо вашего jQuery подключен, то ваш сайтецкий его не загрузит, потому что он будет ожидать тот же jQuery хэш, который прописан в атрибуте Integrity. Прикольно, но я так и не понял, нужно ли это делать вручную или нет, потому что я посмотрел, зашел в, опять же, спецификацию на V3C, вот я сейчас ее тоже открываю для наших зрителей, там ее предложил Dropbox, мазил ее о Google, причем забавно, ее предложили они, а реализовали в Safari. И такое бывает. Хотя предложено это было еще в 16-м, может быть, уже везде реализовано, только сейчас Safari подтянулся. Хотя они об этом говорят как о каком-то целом ноу-хау. И здесь в экзампле реально, вот есть атрибут Integrity, и там большой хэш. Насколько это нужно будет писать самому, или когда первый раз она загружается, он этот хэш пишет. Не понятно. Ну, на самом деле здесь можно вчитаться, здесь много буков, как это принято было говорить, опять же, в начале 2000-х. Автор, выпей яду. Поэтому, если интересно, читните. Но вот такой механизм. Веб-драйвер, улучшение. Это... Да у-у-у-у, все уже, что-то... Веб-РТС, короче, будет лучше работать в Safari 11.1. Пофиксены баги, бла-бла-бла, улучшается качество веб-драйвера. Окей, почему бы и нет. Улучшение веб-инспектора. Здесь, ну, инструментов разработчика, здесь, пожалуй, можно сразу и посмотреть. В сети, в пункте сеть, теперь более прикольно отображена шкала загрузки в секундах, и на каждый кусочек, теперь во вкладочках удобно есть. Предпросмотр, это посмотреть содержимое. Я, например, сейчас фонс, CSS открыл. Заголовки, какие серверы отправил. URL, статус, connection keep alive, куки все прописаны, реферер, откуда мы пришли в эту там, и так далее, user agent. Все здесь удобно во вкладочках теперь есть. Получено байтов, отправлено. Реально красиво сделали. Просто вот понятно, ничего лишнего. Не как в хроме, 100 тысяч окон, каких-то там подписей. Минимум лишнего, максимум информативности. Кроме этого, появилась вкладочка элемент Canvas, которая нам позволяет инспектить именно конву, если вдруг она где-то здесь есть. Но это надо было бы-бы перейти на какую-нибудь страницу с Canvas, но come on, не так это интересно. Кстати, здесь сказано, что переработан сайдбар стилей. Не могу сказать, что я вижу какие-то изменения. Я пытался что-то посмотреть, я посмотрел вкладку вычислено, на которой компьютит узел, слои. В принципе, как было, так и осталось. Может быть, разве что шрифты какие-то по-другому изменились, такие же галочки. Ну, не знаю. Здесь не вижу ничего суперсильно каких-то изменений. Ну и здесь не написано даже какие. А написано, что просто... Она была переделана, используют другую, но знакомую вам модель для редактирования правил стиля. Что? Ну, реально знакомая. Я даже не вижу разницы. В общем, вот такие изменения нас ждали в Safari 11.1 на десктопе и в Safari на iOS 11.3. То есть мобильную версию Safari они тоже обновляют. И это даже как-то и прикольно. Это вот такая у вебкита подготовка к WWDC. К тому, что будет Safari 12, очевидно. И там будет еще больше mindblowing, какие-то фичи. Да. Ну, из суперприкольного вот Apple Pay. Ну, реально. То есть многие из вещей, которые здесь описаны, мы можем почувствовать. Даже не узнаем, что оно есть. А вот именно Apple Pay-то, это прям открывает просторы для... Ну, представляешь, на Амазоне можно сразу Apple Pay расплатиться. Не идти куда-то там за кошельком. На Амазоне уже, мне кажется, нельзя ничем будем спросить. Ну, нам-то да, а всем остальным-то еще как-то, может быть, и можно будет. Так что вот такая у нас темка в разработке. В этот раз не очень зубодробительная разработка, но, чуваки, я вас смею заверить, что на следующую неделю уже отложены две такие темы, что прям все зубы сломаем вообще. Я прям предвкушаю уже, как будет классно. Но в этот раз у нас дизайнерский подкаст. Сегодня у нас много дизайнерских было тем, мы их как бы чередуем, и почему бы и нет. Дальше у нас житуха начинается. И та тема, которую нам предложил Ничелентаныч, нам ее здесь написал про дублирую, потому что изначально он нам ее кинул в обычном нашем чатике. Не в патроновском, к сожалению, его там нет, а в обычном. Ну да, и ты сказал, что это тихий ужас, мягко говоря. Да, я-то ему пообещал, что, о, да, конечно, базару нет, мы рассмотрим твою темку. Первый раз бесплатно, что называется. А потом-то я ее открыл и понял, что что-то как-то я поторопился с обещанием, потому что это сведос какой-то. Я 40 минут потратил в своей жизни на то, чтобы это прочитать. И, честно сказать, я не понял, нахрена я это прочитал. То есть, ну, реально, это прям вот... Я не знал этого. То есть, для меня это откровением явилось, то, что я прочитал. Ну, вот видишь, уже как минимум. 161 хлопочек у этой темы. Ты представляешь, да? Обычно там 30-300 хлопочков, там 500-6 тысяч. А здесь 161 тысяча хлопочков. То есть это говно, да? Нет, в смысле, это дохрена, это бомбануло. А 160 тысяч, что ли? Да. 161 тысяч хлопочков. В том-то и дело. Джеймис Бридл какой-то я написал. Писатель и художник. Фантаст. Да, он, конечно, я написал в ноябре 17-го. То есть почти полгода уже прошло. Может быть, поэтому 161 тысяча хлопочков. Но неважно. В общем, здесь у него... Я буду говорить своими славишами. Он здесь, он прям, ну, писатель. Он написал тут много букв прям конкретно. Шолохов, Тихий Дон отдыхает по сравнению с его статьей на Medium. Так вот. Кстати, Medium у меня днем не открывался, сейчас открывается. Я его тоже через VPN-ку смотрел, потому что мне друг ее установил, чтобы как-то к подкасту мог подготовиться. А сейчас тут нормально открывается. Так вот. Он говорит, я, говорит, вот когда был маленький, да, у меня компьютер появился в 13 лет, и мне никто сильно не запрещал интернет. То есть я все там спокойно смотрел. Да, там был какой-то шок-контент, было что-то, но все понимают, что, ну, дети, они там смотрят всякое. Ну, как бы это пускали на самотек, потому что понимали, что, ну, как бы пусть там ребенок смотрит, знает там, как бы... Лучше уж пусть дома увидит. Да, да. Лучше уж пусть так, чем как-нибудь там в сомнительной компании в подъезде. Поэтому он говорит, я вот сейчас вот смотрю, типа вот, ну, сейчас же тоже вот интернет, и хотел бы я ли, чтобы вот мои дети такой же доступ к интернету получили сейчас, как я в свое время. Причем он сразу дает дисклеймер, что детей-то у него нет, но он способен, так сказать, вот транспонировать, перенести вот этот опыт. Короче, он мог представить. Слушатели, просто представьте. Вот он тоже нам сказал, читатели, просто представьте, что я вот, говорит, посмотрел, например, YouTube. И у него здесь вообще все вокруг YouTube строится, но я тоже выводы поделаю и безотносительно YouTube в том числе, потому что, ну, это... Достаточно философскую тему он затронул, просто как-то он ее так нудно и муторно затронул, что я чуть не наблевал, пока это читал. В общем, он посмотрел на YouTube для детей, и его это ввергло в шок. Потому что, он говорит, очень много контента в YouTube, оно, говорит, очень странно, и непонятно, говорит, почему это популярно. И вот здесь начинается откровение, потому что я тоже не знал, что вообще такое все есть. Первый, говорит, тип видосов – это распаковка киндеров. Ну, это я знал. Сейчас окажется, что я все знал. Видишь, как тебе повезло, да. Короче говоря, здесь есть 7-минутный видос, я выключу звук, чтобы не отвлекал. Чувак берет пак киндеров, именно который вот в картонке здоровый, прям типа 24 штуки или типа того. Ну да, 24. Пак Cars, тачки, диснеевский мультфильм. Он его показывает со всех сторон, и просто тупо распаковывает все киндеры, показывает каждую вкладышу. То есть идея-то достаточно на поверхности лежит. То есть я здесь даже не вижу ничего такого. Ну да. Согласен, пока это не шок-контент. Просто он здесь, как настоящий писатель, он нагнетает именно... Ну у меня бы жопа слиплась, когда я бы это мелкий смотрел. У меня бы зависть была. Да, я когда он это все начал, я думал, что он скажет, что вот портите детей, они потом с меня требуют 24 киндера, чтобы я им купил. Но нет. Он пишет, как будто бы дети реально отдают себе отчет. Они просто смотрят, и им даже, может быть, самим уже потом не хочется. Они же уже видели, как это распаковали все. Как бы даже не прикольно. Причем здесь на видосе тот чувак, который это делает, он даже не жрет. Он только распаковывает и показывает все тачки. У него диабет, возможно. Тьфу-тьфу-тьфу, да. То есть здесь суть в том, что он еще и полную коллег... Вот набрав этот пак, вот эти 24 штуки, он собирает именно все, то, что мы называли в детстве, фигурки. То есть там не просто там самолетики сборные, а это именно киндеры тачковые, и там везде тачки. Твою мать, я случайно на YouTube перешел этого видоса. Ну это класс. Пока звучит как классно, если честно. Но ты подожди, сейчас будет... Кстати, там некоторые киндеры без молочной штуки внутри. Просто черно-черные. Брак, баг. Вот, и он в конце показывает полную коллекцию тачек. Он на них наклеивает все наклеечки там. Кстати, полная коллекция, сейчас я посчитаю. 12. То есть из 24-х 12 тачек, а 12 игрушечек, судя по всему. Хотя у него здесь и повторки какие-то. В общем, ладно, насрать, не буду даже вникать. Суть в чем? Суть в том, что у этих видосов миллионы просмотров вообще. Хотя они делают абсолютно бессловно, просто вот распаковывают молча, со звуками оберток. 31 миллион просмотров. Так. Ну, возможно, это какой-то популярный чувак распаковывает среди распаковщиков. Ты еще будешь прям это вникать. 6 миллионов подписчиков у распаковщика данного. Blue Toys Club Surprise называется его канал. Нормально. И у него как раз заглавный видос как раз про тачки. Выходит, слушай, да на самом деле не так это и часто выходит. То есть даже не раз в месяц режет. Может быть, мы тоже будем снимать? Пора задуматься, да. Просто он писал эту статью, и вот он написал статью, и у него здесь по ходу статьи написано. Ну, пока уже сейчас, вот он типа пишет, отредактирован. Уже типа спустя 2 месяца этот канал заблочили. Спустя 2 месяца это заблочили. Все заблочили уже, почти о чем он писал. Но вот про тачки еще осталось, и его именно шокирует, что абсолютно лоу, quality content. Что нахрена вообще смотреть, как... Ну, это, понимаешь, я даже не буду это обсуждать, это, ну, это прикольно, да. То есть я бы тоже, вот допустим, у меня не было денег самому все это купить, собрать где-то это, а просто посмотреть, как выглядит, ну, почему бы и нет. То есть аутировать на Ютьюбе мы все умеем, каждый под свое аутирует и так далее. Ну да, да. Вот. Но у него просто, его шокирует, что дети могут залипать настолько долго в такое тупое говно, тупого говна, с таким количеством миллионов просмотров, и, исходя из этого, он идет дальше. Следующий, это колыбельные. И есть очень много именно отрендеренных, таких как будто бы в мае штук, где всякие зайки и прочее дерьмо тебе поет именно ня-ня-ня, спи, ня-ня-ня, говно, ня-ня-ня. И иногда даже не столько колыбельные, а сколько... Сколько дескор. Нет, ты за ними повторяешь раз, два, три, четыре. Практически учишь циферки, только тут это абсолютно бездумное дерьмо, здесь зайки на траве лежат, что-то там это, поют. Ты имеешь в виду, что, по идее, никто, опять же, живое общение с родителями и песенки от родителей не заменит. Даже... И что это прям страшно, что Ютуб... Включают Ютуб и сами уходят. Да, сами уходят. То есть здесь суть именно в том, что это... Причем у них еще и стримы. Вот это вот... Этот класс контента называется Nursery Rhymes. То есть... Рифмы... Ну как спокойно ночи малыши включаешь. Рифмы для... Вместо нянечки, да, получается? Что-то типа такого. И там именно песенки. Короче, ты это включаешь детям, чтобы они втыкали, и все. И ты ими не занимался максимально. А тут он говорит, канал седьмой по популярности на Ютубе в общем. 13 миллиардов просмотров, 12 миллионов подписчиков, 515 видосов, все. Я, говорит, у меня, говорит, вопросы есть по поводу цифр. Он еще везде думает, что все ботами накручено. Угу. Собственно, может быть. Но это пока он нас вводит в то, что детский Ютуб это рынок. Это очень большой рынок. Возможно, искусственно создан, но неважно, это рынок. И дальше он идет к тому, что... Вот, говорит, популярная тема, сфинка Пеппа. Говорит, если вводить Пеппа Пиг, то есть Пеппа Пиг офишал ченнел с галочкой. А вот, говорит, есть Play Go Toys, который тоже... А, кстати, здесь про эти Ньюсери Раймс, он еще говорит, что есть компиляции 10-часовые, типа колыбельные 10 часов. Вот это то, что мы любим. И его это тоже бесит, что, типа, вот есть видосы, которые просто... Да, Гэндальф 10 часов, 10 часов, которые просто вот дети втыкают и детьми не занимаются, типа, и все. Так вот, а дальше пошло Пеппа Пиг. О том, что есть каналы, на которых именно пиратское дерьмо просто скопипастенное. И они на этом тоже делают кучу просмотров, потому что алгоритмы ютюбовские, они уже потом не разбираются, что там пирачины, а что не пирачины, и так далее. Хотя вот мне недавно на почту пришло, что Ютюб объединяет там кучу каналов. Вот, допустим, есть много каналов Леди Гаги. Леди Гага Вева, Леди Гага Говнева, Леди Гага на... этих натурах и так далее. В натурах еще. И это все объединено просто в один канал Леди Гага Верифайт. Все как-то агрегированы, все видосы с этих каналов. Я не знаю, кто деньги в итоге получит. Это какой-то странный рейдерский такой захват. Но Ютюб это сказал, что типа вот у нее и так просто несколько каналов, и мы их просто объединяем в один для вашего удобства пользователя. Не знаю, как там на самом деле сделано, но вот здесь автора статьи бесит, что есть пиратский ПППИГ, и там типа непонятно, что уже в них в пиратских. Вдруг там уже вот не натуровские какие-то эпизоды, и там типа вот что-то не то. И тут он начинает идти к тому, что скорее всего на Ютюбе не только ботами накручены, но есть контент, который генерируется полностью ботами. То есть машинные сделанные видосы. Потому что скорее всего это просто нарезки ПППИГ автоматически как-то сделаны, но на них также набиваются просмотры, зарабатываются бабки на рекламе, потому что у детей у них просто автоплей на Ютюбе стоит, и у них уже может быть потом неофициальный ПППИГ идет, просто и все, и похрен ее. Вот. И дальше он подходит к тому, что есть опять же типа колыбельные, только не колыбельные. Здесь этот короче напалечные куклы, которые поют песенки опять же. И тут уже начинается лоу контент полностью. Просто ну ты даже вот если ты включишь, там именно из стоковых анимаций, из стокового говна сделаны абсолютно некачественные, хреновая, просто противно смотреть. То есть это не вылизанные диснеевские мультики, которые именно классные, а тут как будто просто вот еще не хватило, чтобы это пел Sam is a default computer voice. А вот было бы круто. Вот да, то есть тут никаких не персонажей, тут просто дженерик дети какие-то, дженерик чуваки поют, и все. И это опять же все смотрят, чуть-чуть Иви, и опять же 17 миллионов версий разных таких. То есть грубо говоря, это все автогенерируемый контент, там какие-то зверушки, дети, люди, все это 10 часов опять же там 31 минута, 66 минут там и так далее. его это бесит. Ладно, есть каналы, где хотя бы актеров нанимают, то есть там именно люди это все делают, люди это проговаривают, и это еще более-менее топ-контент, но там 400 тысяч просмотров, а у автогенерируемого дерьма миллион уже просмотров, то есть почему-то оно настолько сделано по алгоритмам и настолько скорее всего ботами форсится и ботами просматривается, что в результате если ты просто ребенку дашь айпад и у него на автоплей он потом все скатится именно вот в это генерируемое дерьмо, он будет просто смотреть сэм из-за дефолт компьютер войс и ему норм и ладно бы он просто станет роботом и все будут дети абсолютно одинаковые по заученным каким-то песенкам учиться ну то есть ладно раньше мы тоже все одни и те же мультики смотрели там крокодил гена кот леопольд и так далее у меня прям на кассете они были записаны я очень любил простоквашины опять же вот но там типа было разумное умное вечное а здесь тупорылое говно я ты пять яичек бла-бла-бла говно-дерьмо зайки тачки то есть вот тут на таком уровне абсолютно деградационном и дальше он говорит о том что очень много есть генерируемого контента и он приводит в пример чехлы просто со стариками в памперсах так а там это именно на амазоне автотовары были что типа чехол просто со стариком в памперсах и с костылем на айфон 6 и он говорит о том что скорее всего такие даже не были произведены то есть они как товары были залиты и типа если вдруг кто-то бы заказал их бы произвели и отправили а по факту там это еще в Китае прям жестко да 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 какие-нибудь говномашины стопудово там просто еще бы краска стекала с этого чехла когда он бы до тебя доехал химия и тут дальше идут скриншоты из амазона с футболками keep calm and rape a lot так keep calm and rape them keep calm and rape us просто и тут именно говорит о том что это автогенерируемые товары просто keep calm и типа словарь глаголов и словарь причастий там междометий и этих местоимений и говорит было даже просто сгенерировано просто keep calm and knife her типа пырни ее keep calm and hit her ударь ее просто вот такие ну и потом говорит это все побанили конечно но он говорит ужасно то что скорее всего то что нас окружает уже почти все сгенерировано автоматически и как бы типа это все отличать отгородить детей от этого что уже типа люди ну то есть ты отдаешь ребенку интернет а он чисто случайно просто по недосмотру и по халатности начинает вот это дерьмо впитывать и это уже страшно то есть когда весь интернет руками делался типа было круче даже если там что-то было какие-то там убийства матьяки и голые сиськи то они хотя бы были они руками делались да 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 а сейчас из-за того что они автогенерируем это там скорее всего просто там ну реально сейчас дальше будут еще больше примеры о том дальше уже пошел бред просто типа видосы с головоломками типа подставь головы и там просто летающие головы отрубленные тела что типа эти аладиновские головы там и надо типа на тело аладина выбирается какая голова подходит голова джина голова абу жасмин и там типа еще какой-то герой опять же непонятно какой какая-то девочка она оценивает это все и типа ржакает что не голова не подходит туда-сюда абсолютно и говорит рейп вот да тут полная деградация я просто на это смотрю и это это худшее вообще что я видел в своей жизни и говорит таких видосов нагенерировано куча как просто цвета мороженки на разные рожки там так же подставляются и там уже даже просто бред то есть там мороженка могла бы быть любого цвета там все равно сказали нет эта мороженка не подходит просто baby fun tv короче говоря полный потом был канал toy freaks и там именно отец и две дочки кстати этот канал уже заблокировано пошло уже пошло уже то что заблокировано там они типа сейчас я вспомню я просто только этого прочитал что же они тут делали а там он снимал как блюют дети как типа он их мучает там бьет и так далее не ну это уже как бы вообще дерьмо условно говоря там еще был развлекательный контент это как бы запрещенный нет так тут суть в том что они тоже именно не о себе rhymes то есть они тоже поют но блюют при этом там и так далее че вот да да ну блин канал к сожалению заблокирован мы не можем посмотреть именно к сожалению да но он был 68 на ютюбе по популярности вообще-то нихрена себе да потом дальше идут тоже пепа пик пиратчины но там они именно с ножами режут друг друга пепа пик ширяется наркотиками да да то есть там именно жесткое дерьмо которое и он говорит ладно бы типа это был просто троллинг типа и это бы позиционировалось как троллинг а оно говорит полностью прокается именно по алгоритмам вслед за обычный пепа пик а там сфинка пепа убивает своих родителей просто режет их там и так далее то есть там всякая жесть о том что ее пытают и типа превращают в железного человека то есть там всякие всякая именно наркомания досвидостная и это говорит тоже уже все забанили естественно про то что там сфинка пепа жрет собственного отца потом запивает это все отбеливателем просто вот такое еще придумать надо если бы это ну то есть чувак он возможно сгущает краски он конечно еще и погрузился в это возможно уже сам худшайший уже сам делает генерирует что-нибудь то есть вполне возможно что там реально это было все обставлено как супер пародии и это было бы кому-то смешно ну реально если happy three friends просто посмотреть там тоже досвидос наркомания вот но тем не менее да тут дальше опять как toy freaks есть good baby toys и там просто бэтмен ест дерьмо и там ребеночек переодетый в бэтмена жрет именно какашку просто но там именно какой-то сладости торт в форме говна какашку ну там доктор ставит шприц прямо в лицо джокеру и там опять же это все как игрушки но по факту там violence полный досвидос там каких-то собак топят в воде просто ну реально очень фриковая хреновина и это еще типа с супергероями то есть это типа няня-няшное все но вкладывает всякую жестокость и жесть детям в голову типа так делать нельзя и это не очень и тут дальше опять же какие-то уже опять же сгенерированная хреновина что из анимации из гта но при этом супергерои типа человек-паук там джокер и так далее и они там просто убивают друг друга отстреливают бошки хоронят друг друга заживо там просто всякое мясо тупое но типа с популярными супергероями чтобы это прокалось по алгоритмам то есть тут он видишь что говорит что типа абьюзится ютуб ютубские алгоритмы для того чтобы всякое говнище продвигать и типа тупо деньги на просмотрах зарабатывать ну и он говорит меня здесь написал один из знакомых который аниматор о том что типа на самом деле чтобы такое производить нужно это всего ничего там небольшую студию там полдюжины человек и все и это можно просто поставить на поток автогенерировать и зарабатывать бабки и он говорит о том что типа ютуб на самом деле ответственен за такое дерьмо что у них такие алгоритмы они абсолютно никак не мониторят и в том числе еще и поощряют это то есть они говорят что ставьте теги чтобы там чаще вы прокались там и так далее зарабатывайте деньги и все у вас будет классно ну и он тут их уже обвиняет в том что весь терроризм только из-за этого пошел из-за того что вы там не контролируете что такое и так далее ну короче ты понял какие выводы можно сделать вот но я-то хотел здесь сказать о том что я с ним пожалуй вот в одном согласен что очень много сейчас делается контента под алгоритмы да это мне тоже не очень нравится не только на ютубе а в целом вообще в мире то есть мы подстраиваемся под те так скажем тренды которые есть и вот даже мы сейчас да мы сказали что у нас спешил про телеграм хотя мы не так много здесь говорили про телеграм по факту но мы тоже пытаемся как-то вот на этом хайпануть хотя опять у нас будет наш стандартный полторы тысячи просмотров просто и все но вот пытаемся хайпануть вот и это типа не очень то есть теряется душа вообще у всего контента который производится и типа надо это все менять что-то с этим делать и как-то жить по совести но это интересно на самом деле с развитием вот всего этого машинного обучения и т.д. и т.п. мне кажется этого только больше станет просто и опять же мы видишь мы еще живем в России живем в России а возможно какие-нибудь чуваки типа китайцев или японцев для них это в принципе нормально но это такой беспонтовый контент да он низкого качества но как бы ну а почему нет хочешь смотреть такое хочешь качественное плати деньги там или где-то откапывай отрывай ищи контент который достаточно уникальный не сгенерирован там машиной и так далее ну то есть да если возвращаться к детям то хочешь чтобы у тебя дети были нормально занимайся детьми мать твою выбирай для них сам что смотреть просто и все было бы не так было бы просто они действительно по гаражам клей нюхали ну типа если бы ты не так занимался ты бы по-другому не занимался условно то есть в другом бы веке у тебя было бы по-другому просто было бы ну тоже как бы разжижение мозга было бы просто они бы не сидели дома в любую эпоху можно просрать детей в любую эпоху можно испортить так сказать, это воспитание и, да, здесь я с тобой согласен. Ну вот, как-то, я думаю, такой вывод примерно подходит, но чувак действительно, он в принципе-то правильную тему поднимает, просто он с этим ничего не сделает, понимаешь? Ты можешь хоть сколько это поднимать, но... Видишь, большинство каналов уже заблочено на Ютьюбе, из которых он говорил. Ну там же совсем уж блюют этот, например, с видос. А если ты просто свинку Пепу будешь блочить, ну это хрен знает. Причем самое, что непонятно, это вот я бы в Рунете сильно такого не видел, противного говна. Ну то есть реально. То, что он показывает, это прям вот... Хотя, кстати, у него здесь в статье было по поводу того, что конечно не надо, типа, все так запрещать, как в России все запрещают. Он тут подбудлил чуть-чуть. И у него была ссылочка на то, что а вот есть подобный русский канал, я на него кликнул, и там тоже уже было заблокировано. Непонятно, что там было. Вот. Here is one from Russia. Тоже про то, что типа там блюют. Сейчас посмотрю, как он хотя бы назывался. Нет, тут даже название не показывает, здесь просто уже аватарка человечек пустой. И этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества Ютьюб. То есть, видимо, и в Рунете что-то было. Но мне просто кажется, до нас это еще вот не скоро дойдет, потому что это банально все равно стоит денег, производство такого контента. А у нас даже на такое, мне кажется, еще не готовы тратить. Да? Да. Ладно, что. У нас еще одна тема, последняя, между прочим. Ну, там такая. Даже не столько тема, сколько просто реплика, так скажем. Пробу Пираном я написал, я тебе вот говорил недавно, что он зарегистрировался у нас на сайте, вот он ее и написал. На тему JS и ES. Экмоскрипт. Саня, ты крут, что учишь что-то новое в JS. Хочу поделиться чутка своим опытом. Спасибо, что я крут. Промисы – это хорошо, а синк и вейт – это замечательно. А лучшее по работе со синхронностью RXJS. Реактивное расширение просто бомба. Но RXJS очень сложная либа, и я не уверен, что она используется где-то вне ангуляр. Ну, прикольно. Здорово. Спасибо. Делишься чутка своим опытом. Метод Reduce. Второе. Он пишет. Метод Reduce не служит заменой связки Map и Filter. Мне не нравятся примеры статьи, так как автор смешивает две разные операции в одной функции. Ну, то есть, теряется readability. То есть, вроде ты хочешь, чтобы одна функция выполняла одну, так сказать, вещь какую-то, и прямо из названия было понятно, что она делает. А там, типа, он в один Reduce запихнул две хреновины, и это, типа, уже не очень понятно. Ну, не знаю, может быть, да. Он пишет, что для читабельности надо использовать Map и Filter отдельно. Метод Reduce используется для сведения массива к одному значению, в том числе к другому массиву. То есть, ну да, Reduce — это уменьшение. То есть, ты уменьшаешь массив до размеров либо одного элемента, либо там более уменьшенного массива. А для преобразования массива в другой логично использовать Map для фильтрации значений метод Filter. То есть, вот он считает, что для readability нужно было бы использовать все-таки их два отдельно, а для Reduce есть более, так скажем, показательные use-кейсы. Ну, почему бы и нет? Я тоже ту статью, которую мы рассматривали неделю назад, я как бы ее на божничку, так сказать, не ставлю, и в последней инстанции это же не считаю, поэтому спасибо тоже за мнение. И третий пункт. Когда встречается с новой функцией в JS, рекомендую в первую очередь читать они в MDN, Mozilla Developer Network. Это примечание, так сказать, меня. Когда ты будешь выражаться корректными терминами, навряд ли перепутаешь понятия. У меня уже на автоматизме надо написать поисковый запрос вида array from MDN или array reduce MDN. Ну, на самом деле, можно даже не писать MDN, он там либо первым, либо вторым, либо третьим будет. А я напоминаю, если в первых трех запросах не было, значит, вообще в интернете нет, в гугле. Поэтому, да, я тоже уже там смотрю, там действительно понятно, и примерчик есть прикольный, и вообще я тоже выбрал именно MDN как источник, так сказать. Там еще, кстати, написано, в какой спецификации было добавлено, какого числа, то есть там видно, как давно этот метод существует, откуда он и так далее. Да, потому что у меня очень часто сейчас вот со всеми этими спецификациями, экранскрипт 15, 16, 17, что раньше появилось, что позже, что прям совсем bleeding edge, а что уже как бы с тухлецой. И вот на MDN это прям подписано, видно и видно. Я не буду сейчас врать, не помню, видно ли там, нужен ли бабель, или там, допустим, в седьмой ноге, или там в восьмой, или в девятой, это уже есть и без бабеля. Не готов ответить. Но если это есть где-то, то там тоже в том числе. Поэтому спасибо, проба пера. Я тебе предлагаю в следующий раз не только писать такие штуки, а еще и предложить какую-то темку, тоже про JavaScript, поделиться, так сказать, опытом, какая темка будет классной, и тогда будешь вообще еще самый крутой. Хотя ты и так крутой. Я прям помню его по стримам. Наш тоже преданный, так сказать, подписчик. Поэтому вот как-то так у нас на этой неделе получилось. Надо сворачиваться, но перед этим посмотрим. Надо, просто суть в том, что обойка, я не знаю, куда ты ее скинул, ты, видимо, ее не скинул. Я ее в Телеграме скидывал, где-то в начале дня. В начале дня? Да. Сложно сейчас будет. Ну, я сейчас тебе ее заново скину, просто и все это какое-то, несложно, нисколечко мне будет сделать. Она летит. Ты можешь даже в патроновский чат, или не будем его полить. Да ладно, я этот-то замажу, так сказать, именно замажу. Ладно. А, я видел, я видел, да. Я думал, что, если честно, что это просто ты что-то скинул, что тебе понравилось. Нет, это я вот ее еще днем поставил, знал, что это будет обойка, и поэтому скинул. Ну, здесь я что вижу? Я вижу наш подкаст, который, между прочим, это вон там вот маленькая, вон, видишь, речка. Да, я тоже именно ее видел. Вот, потому что это такая хреновина, которая как бы единственное, что пробивается среди всей вот этой хреновины, вот этой вот такого Марса, можно сказать, такой пустыни, она течет еле-еле, там уже все, уже просто пробивается как может своими темками, а все остальное высохло. Вот все остальное высохло из-за бани на Роскомнадзор. Я только хотел сказать, что вот там, где речка огибает, видишь, столб, так сказать, плато небольшой в центре, вот это телеграм, а все остальные рытвины, это то, что Роскомнадзор пытался забанить вместо телеграма и забанил. И на телеграм он так и остался этим столпом, так сказать, здесь посередине. Да. Я надеюсь, что так и будет. Мы, конечно, никого ни к чему не призываем, но, блин, телеграм он классный, поэтому нас всегда останется как минимум в наших сердцах. Как, собственно, и вы, уважаемые подписчики, поэтому не оставляйте нас надолго, уже через неделю опять увидимся и подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в том числе на наши каналы в телеграме. Ладно, увидимся через неделю, всем пока. Пока. Так, мы в эфире. And we're live. И теперь я делаю большую паузу, ты говоришь телеграм. Давай. Так, здесь мы будем делать отбивку. Именно с такими звуками заблокировали телеграм. Вот так что-то вылетело там, знаешь. Вот, да.